привет друзья новый проект новый проект и начну с шапочки такой вот хитрый ход шапочки саша меня все-таки переубедил где то что переубедила шапочки одноразовые шапочки 200 рублей за что штук идеально идеально крупные куски не падают волосы чуть-чуть проникает пыль это не смертельно это намного лучше бандан всяких штук которые вот здесь на лбу прилегают плотно все волосы потеют голова потеет нет шапочки круто одноразовые шапочки рекомендую значит новый проект для начала огромная благодарность собственникам этой квартиры за предоставленную возможность снимать здесь видео я акцентирую на этом я изначально опасался что нам не дадут такое разрешение снимать видео в этой квартире вы поймете почему когда я покажу эти потолки и поэтому в том числе и поэтому друзья мои с целью какой-то анонимизации мы не указываем адресов место и так далее если вы увидев эти потолки знаете где это находится знаете что это за квартира друзья мои знайте об этом молча я подобный комментарий буду вытирать или так далее знаете об этом просто молча у нас есть некие потолки они находятся в россии это старые потолки дом 19 века не 20 19 все правильно конец 19 века мы уже начали некоторые работы и прежде чем приступить к такому показу чего нам предстоит как какие объем объемы это даже объеме щи если есть дворцы да я вот думал что есть дворцы то тут некий такой скажем так не самый скромный филиал филиалишка не самый скромный филиалишка дворцов на самом деле так вот прежде чем начать показывать я хочу сделать маленькую ремарку потому что все вот последним крайне крайние наши проекты которые мы начинали вывод были первые видео они собирали много просмотров а много просмотров это значит приходят левые люди которые не знакомы с тем что мы делаем на этом канале и там появлялись все вот эти вот полиграф полиграфы чьи всех мастей которые отнять и поделить и так далее я прекрасно помню слова филипп филиппича до преображенского я так и знал да вот после вот взять все думать взять и поделить да хорошо подумайте таких вещах которые нам доступны и которые недоступны очень многим людям на этой планете еда за которую вот то что у тебя на столе чувак тебя могут просто убить в другой какой-нибудь стране центральное отопление медицина бесплатная медицина вода просто питьевая вода у тебя в наличии есть постоянная питьевая вода хорошо подумай об этом прежде чем говорить какие-то такие вещи да мир несправедлив да кто-то рождается с рождения тут живет до 80 горе не знает а кто-то с рождения больным рождается никто никому не мешает стать собственником подобной или такой же квартиры никто никому так что товарищи полиграф полиграфичи попрошу вас воздержаться от комментариев и этот контент не для вас если у вас возникают такие мысли при просмотре таких роликов у нас другие мысли и на самом деле мои мысли они как бы далеки от восторга я бы должен восторгаться но нет я просто у меня давит груз это такое серьезная ответственность потому что объемные объемчики знаете ли мое почтение давайте покажу что есть пойдем я начну с самого простого и такого скажем не самого пышного и подойду к хорошему такому значимому чему-то прям ух пойдем значит так у нас есть три комнаты до 1 потом 2 3 и еще 1 туда мы начнем с самой простенькой комнаты здесь больше 40 квадратных метров часть потолков мы уже чуть-чуть расчистили мы уже начали работу это связано с тем что здесь убрана вся старая штукатурка со стен и здесь чтобы подойти нормально карнизу мы должны были это и мы это делаем мы просматриваем как здесь подойдет новая стена потому что здесь на несущих стенах уже поштукатурили и как бы лучше бы здесь сделать все-таки в нашем присутствии поскольку это было сделано раньше и можно было чуть по-другому сделать ну ладно уже вот наша работа мы чистим часть как бы часть потолка и хорошенько ходим там проверяем нивелируем смотрим что по стенам происходит что происходит самим карнизом цель сохранения ладно вот такая комнатенка сколько тут до 40 с копейками квадратных метров высота карниза составляет а общая высота высота помещения здесь четыре с половиной чуть больше метра карниз около двух метров вот так нет меньше по моему метр шестьдесят наверно вот так вот он расчищенный уже вот такой вот карниз гри угол был карниз наверно сантиметров пятьдесят может чуть больше покрытие мел здесь меловое покрытие везде во всех комнатах мел плюс что-то еще какие-то наслоения ну не самые такие дикие можно трудоемкие но можно можно чистить почищенный угол вот такая вот комната розетка розетки здесь нет когда-то видно да здесь и во всех комнатах это это доходный дом естественно доходный дом построен девятнадцатом веке но потом с приходом вот товарищей начиная с девятнадцатого года когда была политика уплотнения здесь были перегородки выстроены да и здесь были разные комнаты то есть большую часть времени эти прекрасные помещения прекрасные потолки находились по разные стороны это были все разные комнаты и так везде так помещение такое розетки нет ее надо будет сделать когда-нибудь в будущем она мне досталось и ее нет по моему в этом доме и и нигде нет но мы я могу ошибаться но во всем доме там по всем этажам ее не прослеживается ну посмотрим это не самое такое ладно вот так почистилась хорошо пойдем дальше мы пройдем одну комнату сейчас вон там слепнинер какого-то есть пойдем туда дальше вот так через одну потому что там чуть побольше чем здесь но поменьше чем других комнатах всякого пойдем так тут работают всякие много людей с меня суббота и мы поэтому так субботу хорошо снимать наверное мне потому что никто мне не мешается вот такая комната вот такая розетка тоже высота такая же розетка в длину наверное метр двадцать от центра вот так наверное 70 75 может 80 у меня искаженное расприятие поскольку все-таки с такой высоты тут четыре с половиной так везде картуши по углам везде угловые элементы такие красивенькие обычные картуши тут обычные обычные а вот здесь осталось печь и здесь необычно здесь с голубями голубочки присутствуют мы еще не делали ничего в этой комнате здесь также вопрос по карнизу здесь пока пока в будущем когда-то подойдем сюда голуби большие ну картуш метр с копейками вот так большой все большое порезочка присутствует лист вот порезочка внизу даже два яруса там вот видно яйцо и еще там что то есть так вот такая комната она 50 квадратных метров где-то я думаю пойдем дальше пойдем мы вот сюда тут много это самая большая комната когда-то наверно была гостиной вот там мы видим сашу маленькая саша малюсенькая саша привет я думаю мы даже на этом объекте можете еще и подсоберемся как-то вместе как мы работали ксении еще может нам придут но саша на форум на фоне картуши вот такие размерчики у нас тут если что так здесь богачество конечно здесь благолепие здесь реальное благолепие шарики вынесет непонятные ладно розетка по центру что или ежем сеточкой такой радиус этой розетки больше метра это точно везде есть как бы посередине картуш центральный такой серединный какой-то и угловые картуши они разные естественно здесь тоже часть есть другая печка с той стороны одна здесь другая но она как бы она по-моему металлическая то мы не занимаемся ими от уж выглядит вот так угловой прекрасный огромный 2 метра 2 метра вот так этот который посредине тоже около двух метров наверное занимает мы ставили там мы уже почистили часть ставили там туру как бы она двухметровая и получается где-то так в размер но чуть чуть меньше вот это по серединке картуш такой вот такой вот угловой это реально два метра это что два на два получается это у нас как кухня в обычной квартире маленькой обычной квартире кухня 2 на 24 квадрат хоть огромная она просто огромных вопрос по 10 депортом потом будет когда-то где-то решаться пока мы их не рассматриваем тут остался один там еще остался один думаю и останутся потом дальше когда-то можно будет заниматься и пока мы акцентирую внимание на потолке здесь мы расчистили вот этих два элемента не трогана не тронули низ только не чистили потому что будут какие-то штукатурные работы здесь если с той стороны я на чистом голом карнизе низ подчищал чтобы там как так потом оформить нормальное примыкание штукатурки снизу то здесь я не стал этого делать поскольку здесь порезка снизу вот такая огромная на самом деле здесь порезка и чтобы как не ноляпались сильно в порезку потому что из чистой порезки вычищать будет намного сложнее чем если там сейчас есть мел есть тоже мелда какие-то залипухи присутствуют чуть-чуть мы уже потрогали залипухи такие алебастровые какие-то еще что-то это тоже было две разных комнаты вот видно разделение кому-то досталось про справедливость кому-то досталось двумя окнами и квадратов под 40 наверное комнатенка да как будто осталось маленькая квадратов так 17 наверно или сколько тут вот она небольшая там два с копейками может метра вот вот так была комната вот так кому-то с розеткой кому-то без вот я к чему что здесь другие покрытия здесь такой синий синеватый какой-то серый мел а здесь какой-то чуть бежевое что-то здесь тоже мел мы трогали здесь мел но не один слой естественно здесь много слоев хотя я тоже вижу вот на этом карту что залипуха отсюда камера не увидит наверно тоже тут подмазывали дата чем-то ну дому больше 120 лет чего думать конечно и тут лазили ладно пойдем сюда здесь темно у меня нет возможности тут свет создать я думаю я вижу камера видит что здесь происходит здесь буйство геометрии здесь геометрия здесь кессоны здесь очень очень много всего вот такая вот комната тоже под квадратов больше 50 на наверное по центру розетка я так не скажу с этой высоты мне сложно определить но она больше метра вот так от центра наверно больше двух скорее всего вот и все остальное это просто лепнина это лепнина разные кессоны какие-то тут нет живого места под живым местом имею ввиду штукатурку штукатурки тут мало вот это вот часть штукатурная наверное штукатурная скорее всего нам этого не проверяли это я думаю что штукатурные вот сами тяги которые по потолку идут которые формируют вот эти кессоны может быть вот тут поля штукатурная все остальное это гипс это лепнина это именно лепнина то что делалось способом лепки руками очень много очень много все прям вот в лепни и поэтому да я думаю понятно почему говорит некий филиал дворца тут какого-то серьезного такого очень много убранства конечно она все сейчас пятниста и такое грязное но когда это будет почищена когда это будет покрашен это будет я думаю понимать к это будет работать да то есть вот я стою вот комната я стою где-то посредине комнаты что здесь происходит какая тут красота потом будет свет когда-то поближе подойдем посмотрим на все это ну собственно вот так я хотел показать чего нам предстоит делать здесь более более чем есть куда приложить усилия в эти потолочки здесь больше 200 больше 200 квадратных метров в совокупности я сделал для себя я снимаю уже я начал снимать какие-то чего-то там чуть-чуть снимаю для себя как бы для удобства я сейчас закончу такую какую-то мысль что есть у меня в голове да а потом буду просто вставлю в кадры как чего у нас будет идти я думаю что вот этот первый этап какой-то расчистки именно не расчистка целиком а первый этап расчистки на пойдет отдельным роликом привязки к календарю у нас не будет здесь какой-то мы будем делать где-то ну в каждой комнате у нас есть примыкание деревянным стенами мы будем делать это подозревают это четверть расчистка это четверть комнаты четверть там 30 процентов комнаты как у нас пойдет по элементам вот завершить чтобы завершить такое вот то что я сейчас пишу по этот пролог записываю потом я его как-то поставлю в начало ролика и вот чтобы завершить опять перестерегаю вот от вот этих вот шариков ских движений это классно классно то что нам разрешили здесь поснимать видео я думаю многим будет интересно как будут продвигаться работы вот конкретно в таком на таком объеме на таком объеме лепнины для меня это прям серьезно это серьезно это много учитывая то что на прошлом объекте у нас тоже очень большой объект там еще нужна покраска и то покраска это будет не быстро занятие абсолютно не быстро как это надо совмещать надо совмещать надо надо делать еще раз про анонимизацию кто знает где это место находится кто понимает знает где ты квартира вы об этом знаете молча пожалуйста спасибо мы будем продолжать делать свое дело помаленьку может скорее всего к нам кто-то еще присоединится из девочек в каком-то ближайшем будущем надеюсь так подумал я вот так закончил записывать а потом подумал что-то и не успел и меня нет союзированного ничего и плана нет что забыл сказать вспомнил что хотел сказать кроме того что этот проект он будет у нас идти как бы не по книг не в календарном каком-то да в этом проекте я буду останавливаться только на каких-то моментах которые мне кажутся интересными которые я по моим и по моей мысли будут интересны для наших пас постоянных зрителей то есть какие-то моменты с рабочие моменты которые связаны с какими-то процессами у нас полно этого на канале как что почистить как-то замазать как чего чем у нас этого на канале очень много то вдруг не знает как искать из ищите через браузер лучше через компьютер ищите поиск на канале заходите на наш канал и там поиск на канале вбиваете слова штукатурка грунтовка ищите все если вам нужен какой-то конкретный процесс я не буду здесь акцентировать только то что считаю интересным показать оставить во первых оставить вообще в целом виде архива какого-то да и показать нашим постоянным зрителям тем кто постоянно смотрит которые в теме люди в теме они понимают что здесь происходит понимают процессы понимают что мы пытаемся сделать как мы пытаемся сделать до которые люди которые в теме и ориентируюсь первую очередь на них они на новых людей, которые приходят на канал. Мне так почему-то удобнее. Таким образом я выражаю вам свою признательность и свою благодарность за то, что вы с нами, вы нас поддерживаете. Спасибо вам. А я на вас ориентируюсь. Я представляю себе то, что будет вам, наверное, интересно увидеть. И, наконец-то, давайте приступим к тому, что я уже наснимал часть. Уже пойдет такая повествовательная часть, что мы снимали в каждой комнате. Поснимаем, покажем, что как происходит. Эта работа очень длительная, очень рутинная, однообразная. Все однообразное. Очень много всего. Поэтому я не буду на чем-то сильно зацикливаться. Покажу в одной комнатке, в одной, в другой, в третьей, в четвертой. Как мы пойдем так по кругу, покажу, как идет работа конкретно с потолками. Приятного просмотра вам. Ну что, take a look, да? Первый этот самый. First look, first look. Короче, давай, давай, намачивайся. Морисой достается. Ты будешь намачивать? Да, я буду. Намордники. Намордники. Он большой. Он, наверное, я думаю, метр пятьдесят. Одно ухо. Вот до туда вот. Вот такой же. Без мигающего света, да? Вот так. Я думаю, да, метр пятьдесят. Вот так метр будет. Метр пятьдесят, метр шестьдесят даже. Вот такой красавчик. Сейчас такого красавчика попробуем почистить. Начнем с метаем миллионы тонн пыли. Вот такой вот. Строительная пыль, перфораторы шлепаются. Подсметем чуть-чуть. Что это такое? Куски мела огромные. Огромные куски мела. Это не при... А, даже там может чуть-чуть примазка с мелом. Вот такое что-то. Такие огромные куски. А, ну вот выпадает. Как все выпадывает. Пожалуйста. Вот это. Ну вот. Ну да, тут большой. Вон какая Саша. Она же большая. Вон какой картушь над ней. А ну-ка присядем. Посмотрим. Вот такой картушь, а вот такая Саша. Возле картуши. Он огромный. Ну да, я не ошибся сильно. Вот метр даже под два метра, наверное. Вот метр от угла будет. Да, под два метра даже. Метр восемьдесят, наверное. Вот такие ухи. Вот такие тут гирлянды, фестоны всякие разнообразные, вкусные. О, отваливается примазочка на гвозде где-то, да. Там гвоздик где-то, да. Там гвоздик. Ну-ка. Она хочет оттуда выпасть. Она потом выпадет. У меня пальцем она. О, гвоздик. Вот так. А мы же снимем, как здесь сделано. Что сделано? Здесь стена съела карниз. А, стена съела карниз, да? Да, стена съела карниз. Придется потом нам что-то придумывать тут. Наверное, добавлять этот низ, что ли. Не знаю. Ну, да. Ну, да. Есть такой момент. Получается. Вот карниз где кончается. Вот здесь стена должна быть. Вот она. Вот эта стена. Вот стена. А тут ее нет. Она там замурована. А вот она сведения нового. Красивого. Нового. Ровного. С старым. Вот так оно происходит. Не навстречу пойдешь? Ну что, первое движение. Пошли, пошли. О, да. Потому что у нас чего? У нас тура довольно низкая. Или наоборот. Ну, короче, Саше неудобно. У нее получается тут сверху сколько еще? Сантиметров 30. Мне самый раз. Мне вообще классно. Я стою. И у меня вот здесь голова где-то. То есть 10 сантиметров. Здесь где-то 190. Я 182. Где-то 193 здесь сейчас. Получается от этой самой. От платформы. Вот. Тебе грифону мокрого. Мокрый грифон. О, вот эти грифоны. Кстати, да, грифоны же. Вот, это грифончик. Если что, если вдруг кто не заметил, это грифон. Вот у него рот открытый. Вот у него крылышко. Вот у нее лапа. И вот у нее хвост закручивается. Вот так. Ну, давай попробуем хотя бы чуть-чуть. Первый, первый раз что-то. Прикоснемся к чему-то. Нет, нет. Нельзя прикасаться слишком мокро. Слишком сильно смачиваешь. Ну, я смывала. Много мела. Мел. Я смывала. А, понимаешь? Надо ждать. Надо ждать, ребята. Надо ждать, потому что. Вот, делаешь и остаются такие. Ты мажешь ее, получается. Так не должно быть. Похожешь? Да. Надо чуть-чуть подождать. Чуть-чуть. Надо паузу. О, грифончик. Ротик. Ротик. Ам-ам. Ну, вот. Я говорю, подожди, первые прикосновения. Она такая, давай, давай, все чистить. Чистить, чистенько. Ну-ка. О, да. Сколько лет? Когда я последний раз занимался? Вот когда на этом, на большом этом нашем, да, объекте, том, где мы делали в той большой квартире. Это было полтора года назад, короче. Полтора года назад я трогал эти вещи. Или год. Да, где-то год. Вот, ой, какой кайф. Потом мы за это заплатим. Мы заплатим за весь этот кайф. Я, ну, как бы, хочу, я всегда говорю, что чистить, это самое приятное, самое кайфовое. А все остальное, это расплата за то, что ты имел возможность пользоваться. Или даже не то, чтобы пользоваться, а имел возможность заниматься вот этим. Плати потом страданием каким-то, еще чем-то, геморроями всякими. А пока можно кайфовать. Это кайфово, ребята. Это кайфово. Такие залежи меловые. Тут все хорошее, красивое, классное. Прометем потом, это чистенькое. Вот он, гипс. Вот гипсик чистый пошел. Отлично. Замечательно. Вот это зеленое. Это может быть, кстати, этот. Олифа где-то чуть-чуть пооблетела, чуть осталось. Горячая олифа, когда пропитывали, вот. Все-таки это здание конца. Девятнадцатого века. Это еще не двадцатый век. Так, потихоньку продвигаемся. Хотел показать такое. Это каждый раз оно что-то другое, новое возникает. Некий, может быть, интересный момент. Я чищу. Саша чистит сразу начисто. Вот у нее там чистенько-чистенько так за ней. А я чищу деревянным инструментиком очень аккуратно, чтобы потом подметать вот кисточкой просто. Ну, я так хочу делать просто. Мне так хочется делать, да? И вот такой момент, чтобы вот здесь плоскость, вот здесь вот грифон сам. Вон грифончик. Вот берем грифончик и подметаем, да? Прочищаем его. Делаем его чистеньким. Ну, скажем, вот здесь я прошелся. Вот. Все, мел убрал. Все чисто, да? А теперь идем сюда, на гирлянду, на этот фистон. И вот снимается вот эта вот, как бы, олифа чуть-чуть кисточкой. Здесь не влажно ничего. Вот. Вот здесь смотрим. Хоп. И что? И облетает. Это довольно-таки, ну, она не жесткая, довольно мягкая кисточка, нормальная. Даже мягчайшую кисточку, если взять. Вот, вообще мягчайшая. Мягчайшая кисточка. Пробуем здесь. Тоже сдирает. Вот, сдирает. То есть, не держится на фистоне. У меня такое ощущение, что здесь они просто, чтобы хорошо пролились детали, они сделали, может быть, жижи, чуть гипс. И Саша делала здесь почистого кусочек карниза, вот здесь. Ну-ка так встань, чтобы... Не, это самое. Тень, тень наоборот, сделай. Да. А вот так, чтобы закрыть этого чувака. Ну, Сань, может, его просто отвернуть? Не знаю. Ну, может так. Может, отвернуть? Вот, отвернулись. И здесь, говорит, очень как бы слабо все. Здесь вот плотно, здесь толстый, здесь толстый слой. Что-то отсыпалось чуть-чуть, но здесь очень такая мощная тяга вообще такая. О, толстенная. И здесь мощный слой накрытки гипсовой, а здесь тонкий. И я связываюсь с тем, что когда тянули, это все-таки мощный карниз, высокая такая большая площадь сопряжения вот здесь всего было, да, для шаблона тянуть его. Ну, и, возможно, сюда чуть пожиже гипс был, и как бы поменьше, потоньше слой получился. Поэтому здесь, как бы, ну, говорит, слабее, чем здесь. Ну, возможно, так. В общем, это интересно. Вот что вот у нее вот этот фистон, она здесь чистила, тоже он какой-то такой облетает прям. И у меня. А дальше все как бы норм. Вот дальше сметаю, убираю остатки мела, и как бы там все норм, там чистенько. И не сдирается вот это, не слетает вот эта вот олифочка. Ну, не знаю, как-то так. Ну, вот это уже можно считать чистым. Вот такое. А здесь шубка. Им было холодно, они делали шубку. Я посмотрел, думаю, это такая что-то эрозия такая дикая. Нет, это не эрозия, это здесь шубка. И она не только здесь, не только в этом месте. Еще, по-моему, где-то вот здесь тоже она должна быть. Да, вот здесь тоже она будет, если так помести. Вот так. Вот. Вот здесь тоже шубка. Вот так. То есть никакой эрозии, все в хорошей сохранности находится. Ну, да, чуть движение было, какое-то подвижечка туда-сюда, примазочка выпала, но все прекрасно держится. Вот это лапки кусочек. Если так рвануть, то он, наверное, оторвется. Но он тут на армировке, так что все норм. Все с ним хорошо. Все крепко, все большое, такое плотное. Все хорошо держится. Гвозди, правда, торчат ужасным образом. Потом надо будет что-то с этим делать. То ли подрезать их, то ли как-то вбить назад. Нет. Саша говорит, вбить нет. Да, вбить назад оно там прикипело к древесине, к доске. И если бить, то мы разломаем все. Ну, потом когда-нибудь дойдем до этих моментов. Может быть, когда-нибудь. Тоже. Поверху замазываешь? Да как ты замазываешь поверх? Смотри, как торчит. Смотри, как торчит гвоздь. Рисунок чуть-чуть добавляется, и все. Ты как докторка. Или медсестрица. Все фоткают, все снимают видосы. Пошли мы в тот угол. В другой угол, поскольку это бы сделали. Потом промежуточный. Ну, карниз легче, чем вот этот. Делается и медленнее. Ой, наоборот, быстрее делается, чем угол. Он огромный, на самом деле огромный. Вот. Можно на сравнении посмотреть. Вот это почищено. Вот. Ну, какой-то тут есть свет хоть какой-то. Это почищено. И вот здесь не почищено. Вот. Вот так. Ну, не знаю, мне видно глазами. Можете камера видеть как-то, как она. Ну, мы сейчас на расстоянии находимся. Наверное, два с половиной метра. Камера находится оттуда, отверх. На самом деле, камера сама по себе, она не передает размер. Особенно, когда смотришь с маленького телефончика, ты смотришь такой, там, какой-то что-то малюченькое. Ну, вроде бы, как говорят, там метр-два туда-сюда. Ну, как бы, сложно представить. На самом деле, это огромная штука. Она, ну, реально большая. Она реально большая. Полтора-два метра вот так от угла. То есть. О, какая Саша маленькая. По сравнению с этим углом. Огромным. О, маленькая Саша. Приятного аппетитика. Спасибо. Красивые шапочки у нас. Красивые шапочки. Мы закончили вот эту часть. Почему так, я потом где-то уже либо рассказал, либо расскажу. Потому что я снимаю не в этом самом, не в календарном чем-то. Короче, вот эту часть мы сделали потолка. Мы расчистили здесь полностью. И пошли мы вот в эту комнату. Тут. Как бы это. Я не знаю, как это сказать. Здесь 4,5 метра высота. У меня экран, у камеры, он где-то 3 дюйма, наверное. Телефон, кто там смотрит. Как бы экран телефона, наверное, 7 дюймов, да. Так вот, мне с моего роста кажется, что этот картуш маленький. Ну, как бы он небольшой. Он большой, он огромный. Но мне кажется, что он как бы небольшой. В телефоне каком-нибудь он кажется вообще, наверное, ну что-то, кое-что. Ребята, здесь 2 метра. Вот так 2 метра. От конца уха до угла. И сюда 2 метра. То есть, это размер. Вот это вот. Это как бы нормальная такая кухонка в квартире. Кухня. 4 квадрата. 4 квадрата. Мы почистили часть. Оно стало вот таким рельефным, прикольным. Там свет горит. И там оно будет как бы мерцать с этой стороны. Я хотел показать просто, Саш, почему я начал эту как бы сейчас съемку с Сашей. Потому что она потом вылезет. Мы посмотрим, какая она маленькая на фоне этого маленького картушца. О, да. О, да. Комната большая. Но мы здесь тоже пойдем вот так. Только один блок сделаем возле стенок. Возле вот этих стенок. Вот эту часть только. Получается 2 угловых картуша и вот этот по центру. Да, здесь тоже 2 метра. Вот так. Около 2 метров он. То есть, внушительно. Мягко говоря, это очень внушительно. Размеры, конечно, мое почтение, да. Низ мы не чистили пока. Там порезка идет. Ионик. И вниз карниза мы не трогали, чтобы, когда здесь будут какие-то штукатурные работы, еще что-то, чтобы не заляпали сильно нам, собственно, саму порезку, сами детальки. Вот. Так что вот теперь вот этот потолочек. Часть его получается. Часть его получается. Ну, фактически треть. И туда он уходит вот так. Вот такая вот розетка. Вот такая розетка красивая. Трильяж, вот эта решеточка везде. Очень красивая. Я думаю, она где-то метр десять. Радиус у нее. Может быть, даже больше. Но я нахожусь от нее более чем в двух с половиной метров. Все большое, все очень большое, все очень крупное. Прям очень. Ну, вот Саша какая по размеру в этой комнате. Это не искажение какое-либо. Это так оно и есть на самом деле. Собственно, у тебя рост 170. Ну, тут почти четыре с половиной, да. Еще три метра выше. Ой, да. Да уж. Ты очень маленькая получаешься. Вот, 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 вот. Сейчас Саша вылезет. Она начнет смачивать. Чуть-чуть увлажнять. Покрытие. Да, кстати, про покрытие. Покрытие. Здесь четко видно, да, что это когда-то было... Естественно, это был доходный дом. Это был доходный дом, который товарищи коммунисты потом разделили на маленькие комнатушки. Или не маленькие комнатушки. Это были разные комнаты. Всю фактически историю, большую часть истории, своего существования. Это было две разных комнаты. Здесь покрытие были одинаковые. Здесь никто ничего не трогал. Но в этой комнате, в этой комнате притронулись. Вот это деление. Вот оно деление пошло. Кому-то досталась комната с двумя окнами, да еще и спечкой. А кто-то жил более такой, ну, в маленькой комнате, да, получается. И здесь, вот отсюда, может быть, будет видно. Здесь чуть другое. Многослойный мел везде, несколько слоев мела там-там. Здесь мел чистый. Здесь же намазали чем-то. Все-таки пытались отремонтировать. И мазали чем-то типа алебастер, может, цемент. Цемент, алебастер плюс цемент, что-то с песком. Это утрудняет нам работу, так скажем, значительно. В других помещениях там-там другие какие-то вещи будут, там другие покрытия. Пока мы рассматриваем конкретно по помещениям. Идем и делаем работу в каждом помещении по чуть-чуть. Давайте посмотрим на Сашу. Какая она маленькая там? Она очень маленькая. Вот я даже... Тебя даже не видно на фоне этого карты. А вот. Ну вот так. Да. Там блестят эти штуки. А если ты уберешь один свет, а попробуй убрать этот свет. Просто его отвернуть куда-то в сторону. Теперь тот мигает. А сейчас Саша уберет свет. Мы даже сейчас поднимемся и посмотрим. Но чуть позже мы начнем что-то делать, чтобы было видно. Куда-то дойдем там. Ну вот так это. Вот так вот. Это трудоемко. Это времяемко и трудоемко. Такие огромные детали. Само собой, да? А ты там обмела где намочила? Да, обмела. А, обмела и намочила. Поскольку я помню, я полчаса потратил на то, чтобы обмести кистью вот один вот тот картоф перед тем, как его чистить. Так, этих чуваков отвернем, потому что они будут мигать нам дико и ничего не дадут поснимать. Ну как бы мне тут снизу пристроиться, чтобы вам показать благолепие это. Я не знаю, я в районе метр, я вот отклоняюсь. А это все огромное. Только снизу на него смотреть. Для примера, вот моя рука. Вот так. Ты стоишь просто под куполом из огромного-огромного карпуша. Вот так ура. Супер крупный, огроменный. Поснимай саму лепнину. Давай поснимаю саму лепнину. Как она? Она довольно крупная. Она довольно крупная, чтобы это все читалось. Если бы она была мелкая, это было бы тупо. Она довольно крупная. Здесь все хорошо, так плотно забито. Вот, кстати, вот эта корочка тут местами есть, присутствует. Здесь цветы, веточки. И здесь они есть. И ленточки есть. Стандартно. Все стандартно. Все то, что мы много раз видели и чувствовали, трогали руками. Все вот такие вот элементы. То есть, это все стандартно довольно-таки. Просто его очень много, и оно довольно крупное. Вот она. Вон корочка. А, ой-ой-ой, упал. Корочка отвалилась. Да, но они замазывали вот эти вот щели. Это не трещины. Это щели, поскольку, естественно, что в таком размере это не могла быть одна деталь. Вот она, огромная корка. Толстенная. Вот, 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 вот. Вот это вот так намазано. Где-то оно хорошо сходит, а где-то, где мела под ним нет, где они почистили что-то. Вот здесь, например, это не подмазка историческая. Это тоже куски. Куски вот этого вот ремонтировали когда-то там кто-то. Непонятно когда. Я думаю, что, может, в середине 20-го века это было где-то. И вот тут много осталось. Тут что-то кирпич, видимо, впилили, что-то, может быть, шлифовали. И много вот этой кирпичной осталось штуки. Поэтому я же говорю, я в одиночку такую карту за полчаса прометал. Вот полчаса я его аккуратно, аккуратно, вот так вот, по чуть-чуть, по чуть-чуть, везде, доставая из-под внутренней, про металл. То есть ты сейчас полчаса говоришь? Не знаю, сколько я не считаю. Я не считаю. Я не считаю. Да, всё крупная деталь. Что-то не сходится в вашу историю. Ты, я не знаю, как ты подметаешь. Я по-другому, значит, может, я лучше, более тщательно. Не факт, не суть, что вот тут пылька. Это всё крупные, крупные детали. Я посмотрел, так прикинул. Вот это всё-таки, это, я думал, что она, вот эта часть между картушами. Кстати, отсюда, ой, упадёт, сейчас не упадёт. Сюда будет видно, какой он чистый? Чистый он очень такой прям рельефный. В нём всё есть, всё в нём читается прекрасно. Даже у нас есть вот такие вот штучки. На порезке сверху у нас есть полоски, цировочки такие. Я всё забываю инструмент. Надо будет посмотреть, как называется этот инструмент. Мне не приходилось им работать. Это инструмент модельщика, скульптора, которым получается вот такой вот рельефчик. Вот так это выглядит. Ну, для размера, да, вот так, вот руками. То есть, всё здесь в хорошей сохранности, всё классно. Здесь всё-таки штукатурная часть, потому что я тут сегодня постучал. И вот почувствовал, там услышал бухтение. Но потом я посмотрел ещё, ещё. Пошёл туда, где там возле труб отопления. Посмотрел, нет, всё-таки здесь штукатурка. Просто здесь она, видимо, чуть отвисла. Вот уже такое, это уже потом будет просматриваться. Штукатурная часть, он глухо, всё классно. Ну, и он сам по себе, конечно, состоит из деталей. Из какого-то количества деталей. Это не трещина, вот это не-не-не. Это щели, это смыкаются детали. Вон видно гвозди, подмазка выпала, да. Повыпадала подмазка давным-давно. Вот это одна часть, низ его. Вот это видно, хорошо видно, вот. Вот хорошо видно, что это ещё одна часть, вот где ухо. Там вот ещё одна часть. Вот трещина. Как бы даже не трещина. Примыкание. Вот он. Вот он тоже из частей состоит. Из двух, походу, да. Вот по центру. Вот видно одна часть, ещё часть. Вот эта вот часть. Очень многосоставной, чувак. Многосоставной он. И огромный. Говорю, смочи меня. Говорит, где ты хочешь? Говорю, подальше от тебя желательно. Потому что она, она говорит, сыпет мне на эту шапочку мою. Вот на эту шапочку мне сыпет. Говорит, ты мне за шиворот засыпаешь. Она говорит, я контролирую. Я не засыпаю тебе на шиворот. Пожалуйста, подальше. Ты с той стороны, а я стой. Ох-ох-ох. Много. Просто много. Тупо, тупо, много. Тупо, много. Такой вот кропотливой, мелкой, вязкой, вязкой работенки. Ну, как есть, так есть. Как идёт, так идёт. Хоть как-то идёт. И слава богу, что это идёт. И слава богу, что здесь мел. Очень хорошо. Мы способны как-то это хорошо очистить. Потому что здесь мел. Была бы здесь какая-то дикая краска. Это было бы в разы сложнее. В разы просто. Так, эта штука будет мигать. И как её, значит, сделать? Может, повернуть его? А, ну вот так будет лучше, да, наверное? Хоть что-то будет видно, наверное. Так, в массе. В массе у нас мел. В массе мел. Я не иду поступательно. А, вот, кстати, корочка. Сейчас дойду до неё. Я не иду поступательно. Поступательно я пойду как бы. Так, мне надо идти. Чисто, чтобы показать, как она идёт. А идёт нормально. Вот так, до такого состояния сделал, например. Вот здесь нас интересует поднутрение больше, чем плоскость. Да? Поднутрение поковырял, поковырял. А это была, кстати, вот эта вот корочка. Вот она тут ещё есть. Вот она. Эть, эть, пожалуйста, оттуда. Эть, эть, эть. И вот так ещё. Вот примаска шатается. Этот кусочек примаски. Вот так. Вот так вот. И оттуда надо как бы агрессивненько их выдёргивать. Она там сидит. Вот так. Вот. Вот я чистый. Вот так сделал, скажем, прочистил. Прочистил, прочистил. Сразу видно, как на нём появляется рельеф, которого не было, да? Вот так подошёл, подошёл, сделал. Кисточку взял и промёл. Аккуратно, чисто. Вот так. Тут водой ничего смывать не надо нигде. Мел, чисто. Всё вот так получается. О, хорошо всё. Ну, в внутренних лучше надо работать. Конечно же, в внутренних надо хорошенечко. Вот там везде хорошо просматривать. Вот так. И потом здесь прометать. Вот как бы вот рисуночек. И вот так сантиметр за сантиметром, миллиметр за миллиметром он и проявляется. И так везде по всей плоскости, естественно, надо поступать. И вот эта вот замазка их. Ихняя замазка. Для замазки я использую. У меня обломыш есть такой. Вот такой вот инструмент. Ну-ка, где бы, чтобы это сфокусилось, как-то сфокусировалось. Вот так это выглядит. Мне нравится. Он был как-то длиннее, по-другому выглядел. Но я его сделал таким когда-то, чтобы можно было ковыряться и убирать. А ну-ка, не подцепить. А надо подцепить. Вот она местами, где мела мало. Где мало. Мела там, она держится вот так. Видели, да, какой кусок был? Вот до сюда. Вот так. И вот оттуда. Вот сейчас вывалится. Вон видно, сколько ее там. А вот и настоящий цветочек появился. Хорошо, что они мазали по мелу никогда и не выдумывали там особо. Не чистили. Не вычищали. Иначе нам было бы не расчистить. Ну, вот так вот надо от этой корочки избавляться. Находить точки приложения сил. Где-то, чтобы аккуратно-аккуратно ее оттуда удалить. И местами она вот так прям. То есть плотно сидит. Местами на мелу, а местами нет. Вот здесь она отойдет. Аккуратненько, если ее очистить. Где-то еще видел такие. Ну, вот она большая. Тут она хорошо сходит. Вон, залепуха какая, да? На самом деле. Оп. Оп. А он вот только здесь. Просто залепили рукой. Просто рукой ее своей взяли вот так и залепили. На самом деле листик вот он. Так, мне это еще я видел вот и корочку. Вот тут она тусуется. Вот здесь она есть. Вот она. Залеплено все ею. И аккуратно-аккуратно ее оттуда вытаскиваем, вынимаем. Вот листочек полностью залепленный. И теперь раз, лепленный. Вот такой листик получился красивенький. Вот так. Мне деревяшкой вот по таким корочкам, мне что-то деревяшкой даже веселее. Деревяшкой как-то можно вот поддавливать, продавливать. Там, где оно чуть мягкое, можно вот так. Безбоязнь. Я когда-то раньше говорил, да, что деревяшка это такая защита от дурака. И можно безболезненно, безбоязненно подминать. Вот так вот что-то подчищать чуть-чуть. И потом вот это вот кистью оно прекрасно уберется. Вот это вот все остатки, вот эти, сухой остаток мела. Собственно, прекрасно потом выметится оттуда. О, сейчас полностью расчистим его. Вот так, чистенько. Местами вот это вот цветная, скажем, светлая, это уже гипс. И вот это зеленовато, не знаю, оливковый. Какой это цвет? Желтый, да? Как можно сказать? Какой это цвет у нас? Не знаешь? И я не знаю. Я вообще в цветах не особо разбираюсь. Вот лежит, не знаю, ржаво-желтый. Ржаво-желтый, говорят. Пускай будет ржаво-желтый. И вот это вот, это наша олифа. Это вот, это вот грунт олифы горячий. И местами он, местами, где-то, где-то здесь я видел на падуге, местами он как бы сходит какой-то такой, ой, тут мигает, ничего не видно. Ладно, местами он бывает шелухой, прям он не держится. А местами держится хорошо. Ну, как здесь, вот здесь очень хорошо держится. Вот он. Ну, здесь зданию больше 120, почти 130 лет. Это простояло, так что что-то с ним должно было произойти, да? За это время хоть чуть-чуть. Вон тут залеплен цветок этот несчастный. Ужасно залеплен. Ну-ка, вот это вот. Вот так. Оттуда мы его уберем. Вот так вот. И вот так, и вот так, и вот так, и вот потихоньку. А вот сейчас, может, проявим листик. Вот. Вот так помаленьку вот это вот и чистится все. Помаленьку, полегонечку, помаленечку. Вот так, вот так, и вот так. И еще вот так, вот эта корочка здесь, 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 здесь. Вот так. Вот этого отвернул. Чувакам, может, так получше будет. Вот этого тоже надо отвернуть. А так что-то видно? Да, тоже видно, в принципе. Вот здесь нечищено. Видно, как нечищено. Вот видно, почищено. Как прочищается рисунок. Можно сейчас сравнить, кстати. Эта штука не сильно мигает. Вот как он прочистился, рисунок полностью. Все видно. Ленточки, хорошо все. И вот здесь, где не расчищено. Вот такая разница. Вот сюда вот, если посмотреть. Вот так это выглядит. И здесь это выглядит вот так. Это расчищено уже. Чистенько. Вот видно, у них не сошелся здесь рельеф. Вот видно, вот этот гипс, да. Вот, вот, как бы не сошлась деталь у них когда-то. И вот здесь отмазка не выровняли. Ну, она вывалилась. Но это часть детали. Видно, да, что это часть детали. Интересно, прикольно. И вот можно еще, наверное, посмотреть. Вот здесь расчищена порезка. Она очень крупная. Ну, и камера уже показывает. Вот моя рука, большая рука. Вот нам размером с руку. Вот это почищено. Так, ракушка центрально почищена. И здесь не почищена. Вот так выглядит. Вот. Да, рисунок полностью забитый, конечно же. И опять назад. Вот так это выглядит чисто. Чистенько. Вот. Вот. Не помню, говорил, не говорил. У меня подозрение, что здесь все-таки этот самый. Известково-гипсовый раствор. Она известково-гипсовая, падуга. Карниз тоже. Ну, вот в соседней комнате, по-моему, там обычная известково-песчаная. Здесь известково-гипсовая. Богачество. Богачество. Сквозит тут везде в этом благолепии нашем, да? Ой. Сколько всего много, да? Вот. Если посмотреть, это пол потолка только. И все в лепнине. О, да. Вот. Какой красивый. Так. Не получится мне так поснимать, да? Ну-ка. Вот так получится. Так может получится. Не знаю, камера это видеть или нет. Ну, а ну-ка к ней. Я все не буду разворачивать. Иначе вообще ничего не видно будет. Здесь пористое какое-то все. Прям довольно-таки пористо. Вот здесь видно. Я не знаю, может быть текло сквозь этот угол. Ну и вообще видно, тут посыпалось местами. Много где чего посыпалось. Это я не тронуто здесь. Вот так оно выглядит. То есть, видимо, что-то здесь может текло. Но было бы сильно желтое. Нет, не желтое. И везде вот эта вот залипуха везде. А ну-ка, все-таки отверну. Так вообще, ну что-то хоть будет. Или не видно. Нет, так плохо видно. Не знаю, как сделать. Пока непонятно. В общем, здесь везде корочка. Это цементно какая-то, наверное, промазано все. Вот так забит рисунок. Это составляет такую трудность нам расчищать его. Поскольку местами вот здесь мела нет. А мела нет, надо аккуратно по чуть-чуть вот так сковыривать. Вот здесь. Вот так. Вообще, это все завалено просто. Вот здесь было так же. Вот чистенький. Перфораторы у нас везде. Ну ладно, бывает. Вот чистый полностью. Видно, как все листочки. Прорисованный, красивый. И вот видно, как оно было вот так же забито все прям. Здесь все, все, все надо. Все, все, все надо по чуть-чуть, по чуть-чуть вот сковыривать вот эту вот, не знаю, корочку. Да, мы что-то так задержались. Мы плотно на нем, на этом. Потому что тут здесь больше всего намазано. Ну и как бы уже все уже. Сколько уже сделано? Три карточки, получается. Мы такие, ооо, уже новый потолок хочется начать. Потому что все одинаковое. Все однообразное какое-то. Ну ладно, уже немножко осталось, чуть-чуть. Вот я уже почистил, еще промести. И вот здесь чистенько уже. Чистюлька, красивенький. Очень красивый. Очень красивый, очень работистый такой прям. Саша на обед убежал. А сейчас попробую хотя бы в таком свете. Ну пусть помигает. Ничего такого. Вот понятно, будет чуть-чуть, наверное. Удобно тут складывать инструментики. Попробуем. Я тут удобно и сделал снизу. Вот такой поддеваю, поддевалочкой. Такой мне нравится ее делать. Аккуратно. Можно ее поддеть и даже подломить что-то. И выковырить. Вот здесь будет желобок. Вот здесь он есть, по идее. Да. Оп-оп. Вот так. Так, как бы так встать, чтобы не закрывать тень. Что мне делать? Вот так, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот здесь залипуха. Вот здесь понятная, да? Понятная, я имею в виду. Понятная залипуха. Мне неудобно с этой стороны. Мне бы левая. А ну-ка. Ковырнуть левой. Опа. Там видно. Я просто знаю. Я так замечаю за собой, что... Я знаю, как он пойдет дальше, этот лист. То есть, поэтому я могу туда вот так вот без каких-либо зазрений, ограничений, короче, делать. Такие движения довольно резкие, агрессивные. Поскольку я знаю, как он... Ну, как бы я не раз их делал уже. Они уже были в моих руках, эти листочки. Поэтому я представляю себе, что там будет происходить дальше. За корочкой этой. Так, неудобно. Вот это вот залеплено. А ну-ка, его отсюда. Оп. И выломал кусман, да? Залипуху оттуда. Так, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот тут сидит. Вот видно, сколько там сидит гадостей. Ну-ка, их оттуда. Вот это вот все. Вот так, вот так. Вот она сидит. Прям видно, вот она. Не могу. Длина руками надо. А, могу, в принципе. Вот так. Вот там мел внутри был. Вот так, вот так. По чуть-чуть, по чуть-чуть. И кусок оттуда выдрал. Вот так и проявляется потихоньку. Не быстро это все. Естественно, не быстро. На таком огромном размере, на этом картуше, конечно, залипаешь днями просто. Ну, а что делать? Работа, надо ее сделать. Вот так, вот так, вот так. Вот чистенько. Здесь такое же подобное должно быть вот здесь. Где-то слетает олив. Но это уже такое. Цена невысокая получается. То, что олив где-то облетит. Либо оставит вот эту залипуху непонятную. Мы ее не можем здесь оставлять. Мы не должны. А надо здесь сидеть без мела. То есть, мела там нет. Она поэтому там влипши туда. Ну, гипс напрямую. Вот так, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Мне неудобно. Удобно второй рукой еще контролировать. Могут получиться какие-то царапки здесь, наверное. Потому что мне реально неудобно одной рукой это делать. А осталось еще вот здесь. Да, чуть-чуть. Тут проще. Вот это его лицо уйдет отсюда. А ну-ка, давай отсюда. Вот это вот место. Вот это вот должно уйти. Тут мел местами. Просто мел. А вот местами там есть... Вот он, выкололся, скололся. Вот эта вот замазочка. Примазочка гадкая. В принципе, нормально. Вот здесь что-то. Еще вот здесь кое-что должно быть. Вот здесь. Вот здесь. Ну, вот считается, где оно, в принципе, там проходит чего. Дальше вот такую кисточку возьму и можно проместить чуть-чуть. Я не буду, наверное, акцентировать особо на этом всем. Потому что мы это уже делалось и не раз. Мы уже такое делали. Облетает виду. Шелуха такая. Это самое. Это олифа. Олифа не хочет там держаться. Ну, вот. Вот так. В принципе, все с целью довести вот до такого состояния чистого. Вот так можно сделать. Вот чистенько, 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 чистенько. Вот так. И вот так еще. И вот дальше прометать, убирать вот эту вот чуть-чуть корочку эту самую. И чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть прометать, подчищать еще раз. И будет норм. Убирать все загрязнение, чтобы в конце получилось чисто. Ну, как здесь, в принципе. Как здесь, там получится так же. То есть здесь же чистенько, и здесь получится так же. Ну, вот, каких-нибудь полчасика и готово. Все подметено кистью. Вот так. Вопрос остается все-таки в этой Алифе. Но мы сейчас так не делаем, поскольку мы делаем разными руками. Саша один способ, я другой способ. Все люди делают по-разному. Еще к нам Ксения придет, еще кто-то. Не суть. Вот это, это классно расчищено. Это очень хорошо. Я так считаю, ну, как бы, если бы у меня был проверяющий какой-то, да, я думаю, ему бы это понравилось. Но для себя, я считаю, это хорошо. Все лишнее убрано. И вот эти вот хлопушки какие-то, хлопьюшки, вот оно видно чуть-чуть, да. То есть надо, не надо, оно местами сидит, местами оно сходит. Это оливка. Вот оно. Это оливка. Так вот, такой момент. Вот это все чуть-чуть, мы же увлажняли, чуть-чуть оно подсохнет, все классно. Когда мы все полностью почистим, полчаса я говорил, да, вот в размерах вот этого картуша, это вообще капля, на самом деле. А тут еще, во сколько всего делать, а эту пару квадратных дециметров. И потом, когда-то, когда все будет готово, мы еще пойдем наждачкой где-то такие вот, вот такие места. Вот. Эта корочка, она сидит прямо на грани. То есть здесь полочка и грань. И надо будет чуть-чуть наждачкой вот эти места пройтись и чуть-чуть вот по полям везде походить, посмотреть. Потому что что-то держится, если оно так держится, что его не взял инструмент, кисть, не берет его. Вот где-то отвалилось, а где-то вот уже не хочет отваливаться. Тогда надо будет смотреть, наждачка чуть-чуть туда-сюда. Лепниновые я не думаю, что стоит трогать. Но вот именно поля везде можно будет чуть-чуть еще пройтись. И потом это уже будет, скажем так, стопроцентно расчищено. По моему мнению, пускай будет так. Поскольку если оно уж так там держится хорошо, то пускай даже там и держится. Оно так было придумано и так провисело там больше ста лет. 130 лет почти провисело оно так. Так что вот. Ну вот так вот почистилось, в общем. Теперь все чистенькие. И эти, и те. А, низ не трогаем, низ не трогаем, поскольку штукатурка. Тут будет еще что-то. Я думаю, что... Хотя, может, с этой стороны, не знаю, какой-то кусочек несмысленно. Потому что будет штукатурить. Вот так будет снизу ляпаться сюда. Это по-любому. Так что оставим, потом обойдем еще. И доделаем отдельно это. Благо порезка одна одинаковая. Добро крупная такая. Она одинаковая. И она чистится хорошо, одинаково. Как бы, вот. Все крупненько. О, наверху как почистилось хорошо порезочка. Саша зачистила. Тут все обошла. Она сверху вот так чистенько получается. Очень хорошо. Очень хорошо, очень красиво. Поканчиваем мы этот картушец. И у нас получается вот эта часть. Этот этап пока готов. Пока там будет заниматься стенами дальше. Смотрю, так красиво получилось. Вот здесь мне больше интересно. За порезкой уже, где вот остаток карниза выходит за порезку. Вот сюда ракушка. Вот это вот место. Прям сочно. Очень сочно выглядит все это дело. Ну, это надо будет где-то подшпаклевать, подправить все. Вместе с тем уже хорошо. Уже чистенько по сравнению с тем, как оно вот так как-то было. То, что красное, это не важно. Красное, это кирпичная пыль. А то, что забит рисунок полностью. Здесь рисунок чистенький. Везде получился теперь у нас. Хотел еще внимание обратить на гвозди. Вон, они видны, какие тут гвозди были. Какими гвоздями дранка крепилась. Это про пышность и богачество этих потолков и всего этого, того, что здесь происходило. Доски, ну, понятно, тут доски такие серьезные. Там, наверное, 6, ну, 60, наверное. А не суть. Короче, я гвозди хотел показать. Они, наверное, 25 миллиметров. Я таких гвоздей не видел. То есть, таких гвоздей, чтобы такими гвоздями прибивали дранку. Я такого не видел. Обычно они даже меньше, чем вот этот посредине. Они где-то вот такие обычно. Вот такие малыши. Это 15 миллиметров. Здесь жирнота прям. То есть, прям хорошие, добротные гвозди использовались для забивания дранки, для прибивания. Вот такие огромные. Такое гвоздище. Вот так. Вот такие. Нашла интересное место. Мигает. А? Мигает. Ничего не сильно не мигает. Там дранки пучком дранка связано. Получается. Вон там, покажешь? На. Так. Облегчение конструкции. Ну что, мы такое уже видели. Вот здесь. Да. Дранины, которые крепятся обычно на стену. Здесь они связаны пучком. И вставлены в угол между потолком и стеной. Для того, чтобы заполнить пространство, чтобы много штукатурки не кидать туда. Да. Так что такое. Интересно. Если бы такое видели, уже нам попадалось. Пучок дранки. Пучок дранки, собственно, легкий. Штукатурка к нему прилипает. Он как бы армирует. Собственно, он и является армировкой. Как бы карниза. Сам по себе. Потому что штукатурка же влипает кое-как. Везде местами у него. Так что вот такая технология. Хорошенькая. Так. В этой комнате мы закончили. Первый этапчик, который нам надо было сделать. Мы сделали здесь треть. Почти треть, скажем так. Очень красиво. Очень классно. Даже без света это уже выглядит классно. Я представляю просто, как это будет выглядеть покрашенным. Это будет, конечно, кое-что. Это очень много. Очень много всего. Я бы должен, как говорил, радоваться. Говорить, о, как классно. Какое благолепие. Какая классная лепнина. О, ну, такого мы еще не видели. И такого, я все это, может быть, и думаю. Но на самом деле, это очень большой груз ответственности. Это очень много. Это реально много. Это не просто много количества. Это много работы. Это все надо делать. Мы только начали. Мы какие-то проценты сделали. Это общие работы. И впереди еще очень много. Поэтому, как бы, какой-то восторга нет. На самом деле, это очень круто. Естественно, это очень круто. Это очень, 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 очень красиво. очень пойдем в туалет и отсюда мы пошли сюда идем сюда тоже вдоль вот этой красной стенки я хотел кстати потом что-то покажу на стенке сейчас не важно саша тут тусуется хотела говорить я хочу поснимать но вот она сейчас и поснимает что-то там пришли сюда будем делать здесь тоже вот как бы четверть треть какой-то кусок захватим ближе к стеночке на ты хотелось это снимать не то чтобы я сильно страстно желала поснимать просто я сейчас обметала пыль которой здесь очень много и в очередной раз вспомнила сериал моя прекрасная няня многие наверное помнят а мое поколение в общем-то как раз выросло уже на телевидении и соответственно многие помнят вот и там было у персонажа по-моему любовью пылещук вот эта фразочка пылюку стирать так вот я каждый раз вспоминаю этот сериал и ее персонажа когда так обметаю пыль и думаю про себя пылюку стирать и помимо пылюки это так предварительно роман еще расскажет я уже обнаружила интересное вот это у нас штукатурочка хорошая хорошая плотная штукатурка и сверху миллиметровым слоем накрывка и мое предположение что это накрывка гипсовые пропитана олифой поэтому она такая желтенькая и она очень плотная и для своего времени когда она изготавливалась она очень ровная и аккуратная так вот здесь я поскребла частично карниз было очень любопытно посмотреть что же что и как вот и он скорее ну наверняка он штукатурный но на нем очень плотная очень качественная накрывка по всей видимости могу предположить что это она и есть вот она местами вскрылась возможно из-за протечек из-за влаги внутри она так училась и есть места где она абсолютно ровная гладкая и без дефектов много интересного нас ждет отворачивали поднялся наверх еще много много мяса мало теста до настоящий пельмей много мела мало гипса на самом деле все прекрасной сохранности все замечательно и там где-то вот он прячется рисунок сам много мела вот 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 потихонечку достается все замеловано сильно ну вот хорошо на самом деле это хорошо ну так вот так вот так аккуратно деревянной палочкой я деревяшечкой чищу мне нравится как делать я такого не видел этот не то что богачество это жирнота господи да вот это вот это шпаклевка гипсом это зашпаклевана гипсом здесь толстенный слой накрывки все как полагается и как по мне все таки здесь тоже известково гипсовая штукатурка может тут есть какой-то песок не понятно это очень крепко это очень крепко потом рассмотрим дочистим дальше поскольку я здесь видел сейчас не видно где-то я здесь видел а вот здесь крепление гвоздя вот здесь гвоздь соответственно как-то эти детали тут совпадают что-то здесь происходит потом почистим посмотрим как они решили потому что здесь весь стукатурка а вот здесь деталь здесь гипс то есть гипсовая деталь как-то идет langsam почистим посмотрим но на самом деле это очень красиво это очень классно я реально такого не видел тут все очень целое такое классное придется что-то пищить подшкурить вот такое что то вот это ноunsχраnost конечно очень хорошая и очень красиво очень тонкая лепнина нам все выделано. Оно было спрятано под такими слоями, но все вот такое, вот такое. Это все нынешними красками прекрасно проявится. Когда все будет обработано, когда все будет готово, это будет прекрасно. Просто прекрасно. Так, попробуем после всех манипуляций посмотрим, что получилось. Вот он чистенький. Вот промежуточно. И вот вообще не чистенький, да? Так вот. Вот это что-то наподобие, как мне кажется, что-то как будто жёлудь какой-то, то есть тут как что-то, орех какой-то. Здесь этого вообще не видно. Конечно же, все залеплено. Ну вот такая разница получается. Чистая. Не знаю, как это кому-то убрать вообще подальше, наверное. Вот так, наверное, даже. Вот оно чистое, вот оно чистое, вот оно чистое. И вот сюда пойдем, и вот здесь не тронутые вообще. Вот такой вот забитый рисунок. И вот такой он реальный. Вот так. И вот так еще раз. Вот так. Вот так вот. Помаленьку чистим. А вот здесь так промежуточно. Может, и мигает? Не мигает. Мигает. Верни. Опускай, мигает. Ладно. Сейчас стою я под этим потолком, и хочу сказать две вещи. Вещь первая. Первое, что я хочу сказать. Это очень важно. Я только я протру водяки. Объектив загрязнился. Первое, что я хочу сказать, это то, что мне очень интересно устройство этого потолка. Как он устроен. То, что здесь он богатый, это не то слово, лепниной там, скажем. Это во вторую очередь. Ее может быть сколько угодно. А вот как это сделано, меня интересует в первую очередь. Как сходятся штукатурные вот эти вот части. И именно части гипсовые. Потому что сведено здесь очень хорошо. Здесь очень хорошо все сделано. И второе, это дракончики. Я только заметил дракончиков. У нас же здесь есть и грифоны, есть здесь потом посмотрим голубей, а сейчас мы посмотрим еще дракончиков. И я все подумал, что мы на самом деле далеко находимся от зверинца бывшего. Бывший зверинец, кто не в курсе, это площадь Восстания метро. Вот там в районе вот находился зверинец и здание Стокмана, кто вдруг не в курсе, если вы ходите из площади Восстания, из метро, посмотрите вверх туда. Вверх чуть направо. Там слоники. Это обыграли. Это прикольно. У нас тут зверинец тот еще. Зоопарчик. Такой. И еще кое-что покажу. Сначала дракончик. Будет мигать? Да не сильно, но и мигает. Вот грязный дракончик. Вот он грязный дракончик. Вот личка. Ну, я не знаю, тогда слишком темно будет. У нас там потемнело, там дождь какой-то. Личика драконья. Вот он. Ротик открытый у него. Вот он. Дракоша. Вот. Их тут много. Сплошные дракоша. И вот дракоша. Очень красиво. Вот он завивается, завивается, вьется, 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 вьется. И вот оп, переходит в валюту. Вот такой. Грязный. А тут чистый. Вот такой. Рельефненький. С чешуей. Чешуйчатый. И потолок. Дракончики, это классно. Они никуда не убегут, да? Потолок. Я спецом. Я прочистил это все. Прочистил потолок. Он крепкий. Он зашпаклеван. Вот, может быть, так видно будет. Не, он уже здесь что-то дико мигает. О, а ну-ка, может, так стало лучше? Так слишком темно. А так слишком темно будет. Нет, придется с миганием. Никак иначе. Пускай мигает. Пускай лучше помигивает. Я думаю, камера видит направление. Вот это вот от деревянного шпателя осталось. Что-то. Вот такая толщина шпаклевки. Это гипс на самом деле. Это гипс, гипс, гипсовая шпаклевка, которая очень жирно, хорошо пропитана олифой. То есть это прям единый плотный слой. Естественно, что это единый плотный слой. Это классно. Это супер круто. Но не бывает плюсов и минусов, да? Плюсов без минусов. То есть в таком плюсе, то что это плотный слой, он слабо впитывает воду. Вот. Видно. Я недавно увлажнил. И мы видим там такие глубинные кракелюры, скажем, трещины в этом покрытии. Он как краска, наверное. Он паропроницаем. Это простояло почти 130 лет. Почти 130 лет. Это простояло. Ничего не сломалось, ничего. Все супер. Но местами... Вот он кракелюрчик. Чуть-чуть отходит местами. Где-то вообще отвалилась. Влага искала выход. Влага хотела выйти оттуда. Из воздуха, которое попало туда в толщу потолка. Или в толщу их пола. Тех, кто над нами. А мы не на самом верхнем этаже. И вот она пыталась, находила выход. Как-то себе. И что-то там отковыривала. Сама по себе. Это не мы сковернули. Она сама там отваливалась. Как и здесь, собственно. Вот почему. Вот они кракелюры такие. Как краска. Но это не краска. Это гипс. Это гипс жирно-жирно пропитанный. И так же жирно это пропитано. Все. Лепнина. Очень мощно, плотно. Видимо, она была очень сухая. И, видимо, прям, может, жидко-жидко так прям вмазывали туда жирно. Вот тяга как выглядит. Она прям плотная. Это очень интересно. У меня в работе такого не было. Не знаю. Саша говорит, я спрашиваю, ты работала на Эрмитаже внутри? И она говорит, внутри не работала. Внутри она не работала. Как там внутри устроено, не знаю. Может, кто работал. Можете сказать, как у них там сделано. Но это жирота. Это прям... Это очень серьезно сюда. Это как типа VIP. В то время это был VIP-вип-вип. Вот столько вкинуть материала. Еще плюс, чтобы это шпаклевать. Ну, как бы, это шпаклевано. Это гладенько. Это сладенько. Ну, под хорошим светом, естественно, мы... Я думаю, что мы подровняем это чуть-чуть шпаклевкой. Ну, такие мысли. И минус еще один, да. Примазочка их. Она видна. А ну-ка, где она? Вот видно темное такое, да? Вот это примазка их. Примазка местами, конечно же... Вот штукатурка. Вот деталь. Вот штукатурка. Деталь. Вот. И вот примазка местами, она как бы вот тоже кракелюрками такими пошла. Чуть-чуть. И чего? Надо будет подковыривать где-то, где оно само отвалилось уже, где вот есть какая-то слабость, и переделывать вот эти вот примазки. Но оно все равно, оно прекрасно продержалось. Примазка, как отмазка. Очень хорошо выполнена здесь. Замыто кистью. Хорошенько все сделано. Вот это уже само, наверное, от времени тут потрещало. А так-то, ну, как бы очень хорошо сделано. Очень добротно. Вот здесь, например. Вот отмазка. 130 лет. Друзья мои, 130 лет. Это напитано прямо олифой. Это напитано, пропитано жирно. То есть ничего, ничего не случилось. Мелкая трещинка вот чуть-чуть прошла где-то. И мало где я даже не видел, чтобы вот на этом потолке выпадали именно вот эти вот замазки гвоздей. Ну, видно, что она здесь есть. И я еще где-то встречал, но она держится. То есть ничего, и вибраций каких-то диких здесь не было. И даже если были, то толще именно потолка, возможно, гасило как-то в себе эти вибрации. Я подозреваю, что там еще есть дополнительный ярус досок. Его не может здесь не быть. Это слишком уж богато делалось, чтобы удешевляться на досках. Здесь должен быть, то есть балки идут, идут окна. Там несущая стена, туда идут балки. Потом внутри вставлены как бы вот это накатное, да, вот эта тема. То есть вставлены в балки доски. И потом еще, скорее всего, идет ряд досок. Может быть даже и два. Они могли себе чего угодно здесь позволить, эти чуваки. Потому что это делалось очень богато. Очень много денег сюда вкладывалось. И много труда. И мы сейчас попытаемся это все сохранить. Придать этому новое что-то. Вот так не чищено. Вот так чищено выглядит прекрасно. Замечательно. Дай сюда кольчиков посмотреть. Дракончик красивенький. Хвостик драконовый. Вон грязный хвост, а вот чистый хвост. Вот так. И, кстати, насчет потолка. Я думаю, потом еще можно будет пройтись перед уже основными какими-то работами. Перед чем-то пройтись еще может тряпочкой. Так регулярно меняя воду, просто влажной тряпкой протереть, убрать. Чтобы прям чисто-чисто было. Чтобы не было следа нигде. Потому что где-то осталось все, такая капелька. Она прям не хочет. Она уже не щеткой идти, ничем, не инструментом. А вот водичкой ее чуть-чуть, даже не сильно увлажняя, а просто так протереть, протереть, протереть. Ну да, видно. Она вот так подтрещала. Как будто краска, но это не краска. Да. Очень хорошо. Очень хорошо. Вот, снизу посмотрим еще. Этот киссон. С той стороны ответочка. Это в одну сторону она смотрит. Так, это в другую. Ему напротив. Такое же. Очень хорошо. Вообще, влепка очень тонкая. Очень тонкая для такой высоты. Четыре с половиной. Но она тончайшая. Все прорезано. Все есть. Все четенько на ней. Все при ней. Все при ней. Как и должно быть. Она была бы и на трех метрах, и читалась бы, и была бы прекрасной. Все эти шубки, вот эти вот. Все вот, как бы, цировочки, все всякие. Вот такие вот. Вот они. Это бы прекрасно тоже читалось бы. Вот. О, пришла к нам гостья. Разделась. Привет. В театр собрались. Собрались в театр. Да, пришла к нам. Вот, сняла одежду чистую. Давай ковырять. И говорит, хорошее предположение высказала. Это яйцом могли. Могли белком яичным. Так вот, так уплотнить слой. Раньше коропись. А, в конце покрывали личным белком. И вот у меня такое предположение, что вполне возможно. Видишь, руль плотный? Если, да, слушай, классно. Может быть. То есть, это все накрывка. Она как краска плотностью. Но это не краска. Это точно, это пропитанный. Это пропитанный гипс все. Я не знаю, может, алифа все. Ну, не знаю, но это очень плотно. Это очень плотно. Вот. И мы тут, Саша, подумала хорошо, да? Саша, он снимает все. Саша подумала чего? Почему здесь не тронуто? Почему в таком состоянии все осталось? Очень высоко. Не достать ни с лестницы, не достать ни с какой-то табуретки, ручками своими шкодливыми они достать не могли сюда, да? Это как дети появляются изо всех шкафов и тумбочек. Скручиваются ручки. Здесь примерно тот же эффект. Не дотянуться. Да. Им было тем, кто здесь тусовался и жил вот эти все годы, им было просто не дотянуться. И кое-где, где они долезли такие, они что-то перемазали. А в массе своей они ничего не перемазали. В массе своей, как бы, как оно было, фактически. Я находился, да, чуть-чуть там, может, какой-то там, алибастер. Ну, чуть-чуть. Вообще чуть-чуть. В целом, это многослойный мел везде здесь. Вот. Да нет, мне кажется, алифой все-таки. Алифой, может быть, но это очень напитано алифой. Может, какая-то жидкая алифа. Очень горячо было. Тут очень, как бы, технологично. Вот это чувствовалось все. Это очень технологично сделано, потому что... Ну, а ты во дворцах же, дворцовая тетя у нас. Есть там такое? Во дворцах, в котором я работаю. Сейчас все уже немцы разрушили, восстанавливаем. Вот два, вот мы сегодня измеряли, 2700 портал. Вот такой вот. Больше меня сегодня делали. Нет ничего, все разрушено. Да, но тут вот удержалось, удержалось это все. И то, чтобы оно так хорошо, крепко сделано. Держалось. Да. Класс. Так, я сегодня один. Я начал уже работу. Пришел, решил немного поснимать и решил записать такое, ну, не знаю, некое замечание, может быть. Некое рассуждение чуть-чуть о видеосъемке вообще. У нас, да, для тех, кто может быть новый, кто не понимает, как это, что у нас здесь происходит. У нас плохой свет. Я знаю о существовании хорошего света. Я знаю, сколько стоит хороший свет. И сколько стоит обычный, просто обычный, который не будет мигать. Пока у нас нет возможности для покупки и нет какой-то прям необходимости для покупки хорошего света. Поэтому снимаю я с тем светом, который есть. Сейчас над нами, насчет звука, сейчас над нами происходит ремонт. Тоже ремонт. И там шумят. И вот я сейчас поднимался, работал, там прям серьезно шумели. Прям серьезно. Так что, если в видео будет присутствовать шум какой-то, ну, у меня так получилось. У меня не получается снимать, когда надо снимать. У меня получается тогда, когда мне удобно снимать. И здесь, в этой квартире, тоже происходит ремонт, да, и здесь тоже тусуются куча народу, рабочие. И они не обращают внимания на то, что я снимаю видео. Просто для понимания, что хороший свет, хорошее видео, да, кто может себе позволить это? Хороший звук, хороший свет, хороший звук. И хорошее видео, хорошую картинку. У меня обычная экшн-камера. То есть у меня не супер какая-то классная камера, которая все передает. Звук, картинка, свет. Кто может себе позволить? Могут себе позволить люди, у которых это хобби, прям хорошее хобби. У них есть средства для того, чтобы свое хобби прям, ну, классно. Как рыбаки, да, которые покупают там миллионы удочек, там, супер там снасти, да, вот. Могут себе позволить. И кто может себе позволить? Хорошие вот, как бы, составляющие для контента. Могут себе позволить блогеры. Какие-нибудь прям серьезные блогеры, которые живут, получают доход с этого контента напрямую. То есть для них вложение средств, вкладывание средств в контент является инвестицией, прямой инвестицией. Мы не живем с этого. Мы живем трудом своим, да. Трудом вот таким вот. Там наш хлеб. Видео, контент, это не оно. Это к слову о хобби. Для меня это никогда не было хобби. Я просто вижу в том, что я делаю контент, я вижу, как бы, больше плюсов, чем минусов. То есть для меня лучше так делать, то есть лучше снимать видео, лучше так делать, чем так не делать. Я думаю, где-то вот так я могу выразить свою мысль. Лучше так делать, чем так не делать. Поскольку это остается на будущее, это работает на репутацию. И это позволяет вести некие такие, и получать при этом некие горизонтальные связи. Вот, кстати, шумят сверху. Некие горизонтальные связи. То есть общение. Причем про общение у нас есть телеграм-канал. Там есть прикрученный телеграм-чат. И там происходят иногда интересные вещи. Там иногда проскакивают очень интересные диалоги. В комментариях на ютубе тоже происходит некое общение. Это какие-то горизонтальные такие вещи происходят. Так что я удовольствие от видеосъемки какого-то, от монтажа особенно, я не получаю абсолютно. Никакого супер удовольствия. Как по мне, так лучше делать, чем не делать. Ну вот я пришел с работы, пришел с улицы, да, я пришел, зашел домой и помыл руки, например. Так лучше делать, чем так не делать. Так что звук, видео, как получается? Вот как получилось? Вот сейчас у меня есть желание что-то рассказать, показать. И вот как оно получается, так и получается. Причем, можно взять во внимание тот момент такой, я вот уверен в том, что на данный момент подобного контента в российском, как бы, в русскоязычном сегменте интернета, ютуба нет. Я не находил и на английском даже подобного контента, подобного насыщения материала. То есть я не находил. Возможно, мы единственные в мире вообще, кто этим занимается. Именно снимает на видео то, что он делает в этой области. Это вообще будет круто, это вообще интересно. Так что, скорее всего, я могу себе позволить вот так снимать и вот то показывать, что я хочу показывать, и так снимать, как я могу снимать в данный момент. Может быть, в будущем что-то изменится. Ладно, это было такое, потому что многие там, ой, там свет, там камера куда-то там, у тебя не так крутится. Да, у меня не так крутится камера, и вообще-то рукой камеру держать минуту-две, это уже тяжело. То есть у меня уже рука начинает дрожать. Это нормально. Так что вот, ладно. Хотел показать. Я нашел, они начали косячить. И они начали косячить. Те отмасщики, те установщики, нет. Ну, как бы, не монтажники. Отмасщики начали косячить. Я думал, что они на таких потолках не будут косячить. Нет, они закосячили чуть-чуть. Надо показать. Обязательно надо показать. Кстати, про отмасщиков. Есть у меня такое некое подозрение. Я даже не проверял в интернете особо, потому что у меня есть. Где-то я такой край, где-то в сознании помню, что вообще подобные работы делались только мужчинами. Подобные работы. И всякая, скажем, социал, жустица, вариорка, вариорша, заходя в подобное, СЖВ, феминистка какая-нибудь, заходя в подобное помещение и восхищаясь. Вот это вот, это делалось мужчинами. Скорее всего, преимущественно мужчинами. Или полностью делалось мужчинами. То есть, потому что в начале 19 века, в конце, ой, в начале 20 века и в конце 19 века в строительстве, скорее всего, работали только мужчины. Ну, возможно, я ошибаюсь. Ладно. Первое, что я хотел бы, говоря, вообще снизу сказать, потому что мы видим часть этого потолка. Когда мы на него смотрим, вот так вот, да, как-то вот так, наверное, даже. Мы на него смотрим и видим, что он очень монолитный, слитный и как бы стильный, пропорциональный. Он произведение, он сделан, он сделан классно. Да, он сделан очень хорошим архитектором, очень известным архитектором, конечно же. Такие вещи просто так не происходят. То есть, он сделан очень дорого. Дорого, как по техническому исполнению, так и то, что мы видим. Это было дорого. Это дорого по всем временам, если считать там по паритету покупательной способности, как угодно. Потому что здесь очень много ручного труда применилось. Я насчитал, просто бегло, я насчитал не менее 10, по-моему, 10 или 11 разных деталей здесь. То есть, это картуши, розетка, какие-то элементы фриза, а там их целых три. Левый и правый, там где у нас эти кончики, да, левый и правый, центральный элемент. Еще вспомогательный, может я и ошибаюсь, когда называют виньетка, например. Но какого-то другого названия я почему-то не помню. Что виньетка, вот такая вот украшающая завитушка, такая. Вот. 10 элементов, не менее 10 элементов. Я так прикинул, просто зная текущее положение дел в этой области, что только модельная работа сейчас по такому эскизу, как это было нарисовано, вот перед модельщиком стоит эскиз, да, ему надо выполнить модельную работу, вылепить это вручную. Я думаю, что только модельная работа сейчас стоила бы по вот этим деталям, пускай даже с отливкой и с необходимым количеством деталей, они не стоят, это очень, как бы, в соотношении, сколько стоит сама вот эта вот ручная работа, вылепливание, я думаю, не менее миллиона рублей, полтора-два миллиона рублей, где-то так. Стоила бы только модельная работа по этому потолку, я так думаю. Тогда это тоже само собой не появлялось, это было тоже дорого. И делалось это дорого, и классно. И поэтому, когда я, чем больше я узнаю про него, чем больше я расчищаю, чем больше я смотрю, тем больше я нахожу таких всяких подтверждений тому, что это делалось прям, это делалось с очень серьезным, с очень серьезным, таким квалифицированным и заинтересованным подходом. И интерес заключался в конечном результате. Что ты еще хотел? Ну ладно, сейчас я поднимусь, покажу. И да, кстати, пошли первые эти самые, как бы, разрушения. Ну, время берет свое. Здесь деревянная стена, она единственная здесь деревянная, вот здесь получается, да, вот здесь только одна деревянная стена, там несущая, вот здесь у меня несущая за мной стена, и с той стороны несущая стена тоже, вот там. Получается, одна деревянная стена, и она просаживалась. Более 100 лет, почти 130 лет она уходила вниз. Не без разрушения, естественно, что-то она за собой немножко потащила. Ладно, а потом, может, вспомню, что хотел еще сказать, потом скажу. Думаю, что снизу можно показать. Мы сделали почти половину. Это несколько дней нас заняло. И вообще, в целом, мы двигаемся вот только, делая только вот эту часть возле деревянной стены. И у нас уже несколько недель прошло. Это очень небыстрое занятие, потому что очень много всего. Очень большая насыщенность деталями. И, как бы, каждое все надо прочистить, прочистить, прочистить. Если в этой стороне все было, как бы, без сторонних каких-то вкраплений особо, то здесь особо никто ничего не делал. То здесь все-таки есть уже, присутствуют подмазки, как были у нас в, как бы, прошлой комнате. Какие-то там, что-то там с песочком. Может быть, цемент с песком. Может быть, алебастер, цемент, песок, что-то такое. Может быть, просто... Но это не похоже на чистый алебастер. Вот. Так что вот такую часть мы только сделали. Приблизились сюда, ближе к центру. И тут уже, видимо, из-за того, что вот стена здесь... Ну-ка, будет это видно? Не будет. Может быть, и не будет видно. Здесь пошла просадка. Она происходила медленно, спокойно. Ничего особо не ломалось. Но она утаскивала стена. Утаскивала за собой вот эту вот настенную часть карниза. Собственно, вот этот фриз. Весь этот фриз она потащила, естественно, за собой. Вот. Пойдем покажу некие тонкости. Вот это выглядит, конечно, более массивно. Часть вот эту мы уже расчистили. Здесь частично почистили что-то. Здесь не тронули. В нетронутом виде. Вот почищенное. Вот это я бы назвал виньеткой, наверное. Но я не архитектор. Можете, я ошибаюсь. Вот такое, такого вида украшения. Возможно, так. Возможно, как-то по-другому. Она тоже состоит из каких-то дополнительных элементов. Про дополнительные элементы. Ну-ка, давай я присяду. Короче, если я смотрю снизу, да? Смотрю я снизу. У нас есть угловой элемент вот этот. И есть вот такие вот элементы. Ленты такие заходят сюда. Вот слева и справа. Здесь почищено. Здесь не расчищено. Просто угловой элемент. Казалось бы, да? Смотрим. Давайте ближе посмотрим на не расчищенный. Вот он. Я даже сначала думал, что это обыгрывало что-то типа лиры. Нет, у лиры вот так пошли бы как бы струны. Это не лиры. Это просто прием, скорее всего, просто проявление какой-то такой обработкой плоскости. Здесь вот там почищенное. Ну-ка. Я попробую приблизить так на длинной ручке. Я думаю, видно, да? Как это работает. В чистом виде. Теперь приблизимся к этому угловому элементу. Здесь шубка. Угловой элемент. И здесь вот получается между вот этими элементами, которые идут дальше, угловой, идет кусочек как бы карниза. Кусочек карниза. Вот он. Вот он такой. Как бы просто тяги карниза. Нет, это не просто тяги карниза. Вот сейчас. Внутри тут шубка. И тут типа дентикул. Что-то такое. Обыгрывается вот эта же тема. Она продолжается и в карнизе. То есть это не то, чтобы ему нечего делать было тому, кто это рисовал. Кто-то это рисовал. Он это делал. Он это сделал. Он сделал то насыщение, которое ему нужно было делать для этого потолка. Конкретно для вот этого всего. То есть вот он даже вот так сделал. Вот так все сделано. Это круто. Это очень круто. Прям. У нас бывали такие моменты, когда мы чистили какие-то большие розетки. И там ты видишь, что вот как бы лепщик, видимо, модельщик. У него руки не знают скуки. И он не мог остановиться. Он везде-везде. Там какую-то цировочку. Там что-то прорежет. Там какую-то пипочку. Все там сделать. Лишь бы не оставить пустого места. Здесь такого нет. Здесь это уместно. Здесь это работает. Раз. Рельеф. Два. Рельеф. Переходит. Опять. Раз. Два. И здесь дальше будет, скорее всего, тоже шубка. Все, все, все полностью взаимосвязано. Очень круто. Это очень круто. Это прям на уровне, начиная с проекта. С самого проекта. Это же было придумано под это помещение. Вот это все было придумано сюда и делалось конкретно под это помещение. Есть такая мысль. Потому что это не тиражное. Это не взялось откуда-то из мастерской. Просто, а у нас есть наличие то-то-то. И подгонялись потом размеры стен под это. Нет, конечно. Нет. Это все делалось под это помещение. Это супер. Вот это вот детали, такая детализация. И самое главное, что под толстым слоем мела, она очень малозаметна. Но она все равно там присутствует. А когда мы это, надеюсь, да, сбоку, мы это все хорошо доделаем. Когда мы это аккуратно покрасим или кто-то другой аккуратно это покрасит. То все это прекрасно будет видно. И даже будет видно с высоты 4,5 метров. Прекрасно. Будет все видно. Сейчас это все забито очень таким плотным слоем. Но когда она будет чистенькая, и это все покрасится, все эти листочки, все-все-все будет прекрасно работать. Даже вот здесь чуть-чуть шубка. Чуть-чуть. Вот так пук-пук-пук. Но она там есть. Она там нужна. Потому что здесь она. И здесь она. Вот так. Это круто. Ладно, пойдем туда. Не круто. Косяку покажу. Во. Накосячили. Ну, как так. Ну, типа, отсюда чувак не накосячил. Я думаю, чувак. И думаю, это он был. Сюда хорошо свел угол. И вот этот угол хорошо свел. Потому что там как бы вход с той стороны. Вот оттуда. Как бы вход оттуда. Все смотрят с той стороны. И здесь угол идеальный почти. Почти идеальный. Может, тут недочищена часть. Я это так в черновую просто снял. Здесь недочищено. Конечно. Вот там почищено у нас. Вот это полностью очищено. Полностью чисто-чисто все. Вот эта часть. Здесь полностью очищено. Это так в черновую. Я просто хочу сейчас поснимать, а не потом. Вот так не получается сейчас сделать. Здесь хорошо. Здесь сведение. Такой прям угол прям очень классно. Ничего не потрещавший даже. Все супер. И здесь хорошо. И здесь хорошо. И здесь хорошо. А вот здесь он недомазал. Ну, чувак. Ну, че ты вообще. Ну, как так? Ну, вот. Вот видно. Вот. Видно, наверное. Я думаю. Ну-ка, я повернул свет. Может, не будет сильно мигать. Ну, сильно не будет. Вот у нас как рисунок идет здесь. Да? Вот видно. Полочка. Полочка. И полочка. Вот-вот. Вот тоненькое. Все тоненькое такое. И вот здесь он вот так отмазал. Вот так отмазал пальчиком. Ну, что такое? И зачем так делать было? Нет. Здесь ему было лениво. Никто этого не видел. И тут чувак накосячил. Вот даже здесь, даже на таком потолке умудрился кто-то накосячить. Ну, зачем так делать было? Я не знаю. Ну, неудобно было. Ну, неудобно. Ну, вот. Вы объявляете выговор отмазчику? Я думаю, что отмазчику мужчине. Объявляется выговор за такую вот работу. Халатность проявил. Ладно. Смотрим разрушение. Вот эта часть. Она отвалилась. Это все ушло вниз. Тут длина, будь здоров. Тут, по-моему, 9 метров или чего, или 8, я не помню. Больше 6 стандартных, это точно. И вот эта часть вместе с досками, она отпускалась. И вот теперь вот так. Видно? Это все болтается и выпадет оттуда, если ему дать это сделать. Вот. То есть, эта часть отвалилась. Здесь ничего отвалиться особо не могло, потому что лодка. Вот тут все прибито гвоздями. Это все держится слитно-монолитно. Это уже часть стены. То есть, это все как бы штукатурка плюс детали. Все оно прям крепкое. Там одна-две трещины, это ни о чем. Абсолютно. Кстати, тут такие подвесы. Скорее всего, были габелены какие-то висели. Потому что он не один такой подвес. Там какой-то вспомогательный. Это не то. Вот один, он очень крепкий. Здесь тоже такой очень крепкий. Что тут здесь висело на стенах? Или на стенах? И вот, да, пошли разрушения. Вот это все выпадет. Вот хорошо, кстати, простукивается вот этот пучок драмки. Там вот звук. Скорее всего, там пучок драмки. Вот. И вот это шатается. Это все упадет. И даже не будем это чистить, поскольку потом надо будет как-то это вручную. Причем, сохраняя вот этот прогиб. И сохраняя саму идею, вот здесь видно, вот как бы заканчивается цветочек. Вот он заходит. И он как бы ложится вот сюда, прям вот сюда на полку. Вот. Так должно быть. Но здесь он тоже просел как-то. Вот. И как бы надо будет, скорее всего, надо будет это все просаживать чуть-чуть. Загонца чуть-чуть. Как бы новое сделать подобное. Чуть-чуть приподнять здесь на пару миллиметров. И как бы чуть-чуть, может быть, изменить профиль. Может быть. Поскольку прогиб вот здесь, если смотреть, прогиб вот так существует. Прям серьезный. Ну, чего делать? Там проем дверной тоже помогал ему садиться. Более 100 лет. Более 100 лет. Равномерная просадка. И поэтому оно ничего особо не сломалось. Тут чуть-чуть так подогнулось. И нормально. И нормально. И хорошо. И старичность в этом очень хорошо приведет. появляется. А здесь я увидел, что отвалился этот самый. Кончик здесь должен был быть. Я где-то видел его. Там тоже там прорезь какая-то была. Он там есть. И там с той стороны точно он был. А, вот он. Вот он есть. Как бы там стандартные все размеры такие. Вот он тут. Я его тень делаю. А нет, дальше получается. Вот там. Вот. Здесь он отвалился. Видимо, он был примазан сюда. Когда это все опускалось, он как бы пык и свалился. Где-то я видел что-то. А, ну и замазки. Здесь уже пошли какие-то... Видно. Тут уже чем-то подмазано. Что-то тут было уже происходило. Я уже нахожу серую такую замазку где-то. Вот она местами. Че-то-то здесь уже побывали руки коммунальных служб когда-то. Вот видно следы замазки. Вот видно. Уже это перемазано. Вот она тут. Вот она. Это типа что-то. А, тут у них вывалилось. Я понял еще. Я же не доходил еще. Я же не зачистил сюда. Здесь вывалилось. Они заделали чем-то. Наверное. А может это гипс примазочный был. Ну-ка. Может это и примазочный гипс. Но здесь вот какая-то замазка уже дальше идет. На потолке я видел что-то подобное где-то. Вот там вываливалось прям. Вот здесь. Там было перемазано. Но вот эта вот линия темная. Похожа на линию именно отмазки. То есть она похожа как там я находил. Тоже вот эта историческая отмазка. То есть вот этот шов как бы исторический. Может быть. Ну ладно. Посмотрим потом. Вот вблизи вот только все забито. И вот тут вот видно перемазано песком каким-то диким. А ну-ка. Камера может сориентируется так. Может быть она что-то и увидит. Вот здесь вот замазано такой плотной коркой. Ну вот такое что-то. Тихо. Ну видно кистью перемазано что-то крепкое. Вот цементик какой-то. Ломается как будто бы что-то как цементик какой-то. Так что легко оно не будет. Как показывает практика. Что обычно легко не бывает. Оттуда было чуть попроще. Потому что этих замазок не было. Но здесь они начинают появляться уже. Вот в эту сторону. Ну ладно что. Так окей. Вот видно тут разрушение какое-то. Может чем-то и было перемазано. Тоже вот возле угла. Ну-ка. Так слишком темно. Хотя камера она может выцепить. Кстати я вижу что она выцепляет что-то. Даже для меня уже темно. Может потому что ярко было. Видать. Вот тоже разрушеницы какие-то. Ну все крепкое. Все держится. Ничего не поджимается рукой. Оно тут прибито мощно туда вверх. Ну ладно. Ладно. Что делать. Это не самое страшное что могло здесь случиться. Я думаю. А и здесь вот этот шатается чувак. Тоже. Вот он. Шумят там сверху. Ну ладно. Пускай шумят. И вот это хочет вывалиться. Вот. Полностью все бутыхается. Ходит. А вот то что уже ближе к детали. Самой деталь же отдельно. Она из частей. То есть центральная часть. Левая часть. Вот он. Завиток. И вот этот. Дракоша. Либо змей какой-то. И вправо такая же часть идет. Вот. Как бы это. Три части. Скорее всего вот эта вот линия. Может быть это линия. Где они как бы сходятся. Вот это где трещина. Вот. И они как бы отдельные. Естественно они отдельные. Это часть штукатурная. А это гипсовая часть. Вот эта вот. Там штукатурка какая-то. Понятно что ее тут. Разорвало просто. Разорвало. Такую просадку. Я думаю. Ну. По центру наверное. В самой. Самой высокой. Или самой низкой точке прогиба. Я думаю там будет более сантиметра наверное. Ну вот ни о чем. Это не так сильно. То что это сказалось потом на том. На вот этом. Что что-то там сломалось. Ну ладно. Мы для того чтобы. Мы здесь. Для того чтобы это починить. И сделать это как будто бы. Ничего здесь не происходило. Так что вот. Вот такое я хотел показать. Косячный тут. Мащик. Ну как так-то. Все так классно сделано. И да. Там. Там была толстенная такая вот накрывка. С той стороны прям толсто. Жирно накрывалось это все. А здесь местами у меня. А вот здесь. А вот здесь. Это просто чуть-чуть ее там. Она просто отходила. То есть даже вот. Ты там щеткой сметаешь. И видимо. Хоп. Плохо держалась. Чего-то. И вот раз там. И гранька маленькая. Она оп. И обвалилась чуть-чуть. То есть здесь накрывки. Самой гипсовой накрывки меньше. Чем было там раньше. Ну потолок большой. И тут будет еще много всякого найдено. Скорее всего интересного. Когда собственники приходили сюда. Когда мы только начали. Они говорят. Ну что. Может быть клад какой-то нашли. Что я им ответил. Что самый главный клад у них уже найден. Это вот это вот. Это бесценно. Скорее всего. Ну воспроизвести такое можно. Наверное. Не знаю. Вот самая главная ценность. Понятное дело. Что в таких подобных квартирах. Самое ценное что есть. Это вот такое. Это вот такие потолки. Да. Вот так это все. Вот такое. Это очень красиво. Это очень красиво. Наши слюни текут. Хвастается. Как много почистил. Я столько почистил. Столько почистил. А там свет светит. И не видно ничего. Я потом покажу. Вблизи. Поднимемся. Покажу. Там есть такие тонкие места. Где казалось бы. Оно и не надо было. Но на самом деле без этого и не обойтись. Поднимемся. Покажу. Так. Я поднялся чуть повыше. Я не начистил. Я чуть-чуть надо еще пройтись. Вот это уже точечно надо сделать. Очень тонкая работа. Очень тонкая работа вообще. Очень тонкая. Этого не видно было. Я так и не посмотрел. Как же этот инструмент. Надо ушепили его посмотреть. Забываю. Все забываю посмотреть. Вот. Все. Абсолютно все. Обработано. Проработано. Везде. Вот сюда они завели эту шубку полностью. Вот сюда. Вот сюда. То есть вот так вот они работали здесь. Классические завиточки везде. Вот это вот. Это все есть у них. У этих ребят. Тут как бы. Я так понимаю. Это часть. Рога изобилия какого-то. Изобилие и богачество. Хотя тут вот этого богачества вообще. Не это самое. Неисчислимое количество. Но тут вот. Вот такой рожок у них. Здесь он и здесь. И тоже он. Вот он обработан. Тоже на нем видно. Следы обработки. Вот здесь. Вот. Ну-ка я отверну этого. Мигалку эту. Отвернул. И может что-то камера увидит. Может и не увидит. В общем очень тонко здесь. Сейчас для примера покажу как он был. Они все одинаковые. Вон. Попробую на палке туда взбить камеру. Вот так это было. Где-то. Вот так вот забито. На столик. Вот такой он получился. Чистенький еще. Можно дочистить. Тут поработать с ним. Вот эти вот тоже прочистил. Тут тоже везде все есть. Везде все работает. Везде вот. Не больше, не меньше. А вот сколько надо было ровно. Столько здесь и есть всего. То есть наполнение такое прям очень и очень. Скажем. Достаточное. Но не чрезмерное. Вот. Вот так это все. Прорезано красиво. Даже здесь вот. Есть чуть-чуть. Чуть-чуть шубка. Вот здесь она есть даже. То есть все прям. Мне очень нравится. Я вижу за этим высокое качество исполнения. Кроме вот конечно вот этой отмазки гадненькой. Где ты еще находил там. Вот видно что тут. Сведение вот этого угла. Ему было сложно кто это делал. Поэтому не очень-то там. А так-то есть по-моему где-то еще видел какие-то огрешности и отмазки. Но это такое уж. А в целом это сделано очень-очень-очень добротно. Это было сделано серьезно все. Как по мне очень серьезный подход применялся. И вот они тоже. Все прорезано тут. Все есть. Все при нем. Очень красивый. Картуш получился. А он был полностью забит. Полностью забит мелом. А ну и вот. Вот эта часть. Я показывал или не показывал как она выполнена. Вот это я показывал. По-моему вот эти вот моменты. Да и вот вот здесь. Вот так вот. Она почти расчищена. Не до конца расчищена. Надо еще точечно проходить. Где-то под внутреннюю чуть-чуть почищать. Но это как бы почти готово. Вот. Вот так вот все сделано. Очень красиво. И с этой стороны посмотрим на него. Вот такое прям. И когда вот смотришь вот туда вот. Вот так вот. Где выходит этот элемент. Вот по центру. Вот. Это напоминает как будто бы все эти движения. Это все напоминает вот как бы хвосты. Части вот какие-то чешуи. Хребты. Вот этих вот змеюк. Дракончиков. Ух. Вполне себе. Вполне. И это все будет самое главное. Что как бы оно меленько не казалось. Что оно довольно мелкое такое. Да. Но когда это все будет сведено. Все будет обработано хорошо. И покрашено. Это все будет абсолютно читаться. Ну кроме самой такой вот этой вот мелюзги возможно. Вот эта вот краска наверное забьет. Вот. Но вот эту вот шубку например она уже не забьет. Не тронет. Даже вот эти вот. То что здесь прорезано. Она не ну как бы краска не забьет. Это будет видно. Даже с четырех с половиной метров. Вот. Такое мое мнение. Так. Хотел чуть-чуть обратить внимание. Побухтеть чуть-чуть. Да. Вот я почистил. Вот этот блок. Один этот блок я так прикинул. А вот он чищенный. Это полностью я считаю почищенный. Может быть потом что-нибудь где-нибудь. Но это так будет. 99,9. Вот он. Вот такой. А вот не до чищенный. То есть здесь просто убран мел в основная масса. Вот так он выглядит. И вот чтобы дойти до такого состояния. Требуется времени приблизительно столько же. Сколько для того чтобы убрать вот так вот. Вот как бы вот. Вот убранный мел. Чтобы дойти до такого вот состояния. Вот. Где просто убрать основную массу. И здесь надо еще дочищать. Видно как вот. Что там еще надо работать. Прочищать еще хорошенько надо. Местами. Вот поднутрение где-то там. А ну как камера закрывает. Сама себе. Вот. Это к тому что время затраты получаются один к одному. То есть убрать сколько-то единицы времени. И такая же единица времени. Чтобы дочистить уже вот до такого состояния. Прямо когда вообще вычищен рельеф. Что везде везде все убрано. Вот. Хотел так чисто показать такой моментик. Да. Я к тому что когда-то где-то. Я по-моему говорил уже об этом. Что я. А ну-ка на себя поверну. Будет бигать там не будет. Шапочку забыл. Кстати без шапочки. Смотрю на себя. Тут у меня экранчик. А я без шапочки. Грязненький буду. Лениво идти за ней. В общем что. Я говорил где-то что. Где-то прочитал рассказы. Разговоры. Каких-то инженеров. Про КПД по-моему. Что чтобы там достичь. Оптимального КПД. Да. Надо затрат там. Скажем. Пускай это будет в рублях. 100 рублей затрат. Для того чтобы достичь какого-то оптимального КПД. А для того чтобы КПД. Какого-то устройства. Стало там больше на 10%. Там условно 10%. То надо еще 100 рублей. А если ты хочешь еще потом на 10. То надо уже не 100. А 200. Ну как бы еще. Те же затраты еще раскладывать. Я к тому что. Чем больше мы приближаемся. В этих движениях к искомому. Чем лучше мы прочищаем. Тем больше это занимает времени. Реально. То есть один казалось бы маленький такой блок. А он занимает там ну не знаю 20 минут. Может быть 30 минут. То есть дочистить вот с такого состояния. Когда там ну вроде бы оно чисто. И кстати что я думал. Зачем же я взял камеру и начал говорить об этом. Что зачем это все делать. Ведь и так же чисто. Все. Это уже классно. Оно же было вот каким-то вот таким. Вот так оно было где-то да. Ну как бы забито. А тут же уже все видно. Вот оно читается. Читается. И рожок этот читается да. И какой-то фруктик там читается. Уже и листик какой-то да. А зачем так делать. А за тем что будет дальше краска. И если там останется где-то мел. Какое-то скопление мела. То он из краски будет выхватывать воду. Например. А мы же хотим чего. Мы же хотим для чего. Чистим хорошо. Пытаемся хорошо расчистить. Пытаемся хорошо расчистить. Для того чтобы максимально потом. Когда мы покрасим. Чтобы это все проявилось. Чтобы осталась вся эта тонкая работа мастера. Мастера кто это делал. Модельчика скажем да. Чтобы вся эта задумка. Вся эта идея. Чтобы она дальше работала с зрителем. И для этого нам надо хорошо. Нам или кому-то другому. Надо хорошо покрасить. И чтобы это все осталось. И мы не можем там, или кто-то другой не может себе позволить там нагрунтовать 5 миллиметров грунта, да, поэтому хорошо надо прочистить, по моему мнению, чем лучше мы прочистим, дойдем до хорошего крепкого основания, тем лучше потом будет ложиться краска, и из краски вот этот мел не будет вытаскивать воду. И у нас были моменты, когда сложные, у нас был там барочные кущи, по-моему, у нас такой стрельежон, такая падуга огроменная была, и вот где-то, как бы мы же не роботы, да, где-то все равно, где-то чуть-чуть осталось там этого мела, там треть спичечной головки, где-то там под внутреннюю, там-там-там, где-то осталось, и потом на покраске это проявляло себя, что вот вроде прошел слой, у нас был пимидированный грунт, этот самый, изолирующий, он как краска, и когда ты вот прошел слой, а потом уже так, мы же вот так вблизи это делаем внимательно, дальше уже идешь краской, красишь, и раз смотришь, а там такие чуть-чуть, как бы, такие кракелюрчики, трещинки, то есть мел этот, он как бы выхватил чуть-чуть воду из краски, и она как бы чуть потрещала, да, казалось бы, насколько вкидывается времени в это все, и такую, ну, как бы, такую оплошность допускать, как бы, я считаю, допускать такую оплошность недопустима, ну, пускай будет такой каламборчик, поэтому хорошо будет прочищать хорошо, чтобы это было хорошо прочищено, чтобы потом с высокой долей вероятности краска хорошо легла, и хорошо работало максимальное количество отведенного ей на работу времени, фух, как-то так, можно было сформулировать на это, продолжим дальше заниматься, это красиво, это красиво, это чистенько, это читается все, замечательно, просто замечательно, очень хорошо, А, кстати, хотел еще момента, ну-ка, сейчас развернем обратно Ох, это будет длинный ролик, я смотрю, я там уже наснимал, уже, наверное, полтора часа, часы будут, ну, как получится, я хочу дойти этот момент до конца по всем комнатам, какие у нас есть в работе, вот этот блок работ, чтобы завершить, ну, как-то так я для себя придумал Вот потолок, и вот так вот лепнино сейчас, это она не просела, и это он, я ему не могу поджать рукой, и это как бы вот изначально, вот так оно было примазано, вот прям, вот видно, вот, вот примазка была так, здесь она выпала, я ей помог, то есть она выпадала, и я ее, вот видно, как она держится, видите, как примазано вот это, видите, то есть оно как бы вот так и примазано было изначально, То есть, такая установка была. Вот так было установлено. Это интересно, но, скорее всего, со всем потолком придется потом уже посмотреть. Потому что вот здесь, например, вот здесь видна вот линия. И оно примазано той же примазкой, как здесь. И здесь какая-то трещина была. И вот здесь я находил такое место, вот темная такая полоса. То есть, это примазалось как бы во время всего. Либо сразу после установки, может, потрещало, не знаю. Узнаем об этом, может быть, когда все полностью расчистим. Когда вся картина будет нам ясна, как это все устроено полностью. Но это будет где-то потом. А пока вот такие вот моменты. Вот такое вот. И отмазка, кстати, я их перехвалил, этих чуваков. Местами у них отмазка вот какая-то. Где бы там показать, чтобы свет упал хорошо. Чтобы отмазка у них все-таки местами, они халатно относились. Вот здесь. Это отмазка. Как бы вот здесь. Вот видно. Это как бы так вот примазано. Как-то некультурно, некрасиво примазано. Это не мел никакой все. Это вот она там родная. То есть мазнул, туда-сюда замыл. И вот. А местами вот там мы смотрели. Там просто идеально. Просто кистью хорошо размыто. Очень гладко и классно. А вот местами все-таки они филонили. Эти товарищи. Не везде, но было. Находилось. Вот здесь угол был примазан. И он виден. Вот эта вот толщина. Это не мел никакой. Это как бы примазка их. Она не сковыривается. То есть она вот. Видно, что она была намазана потом. Как-то так. В массе хорошо. 99 вот этих процентов все хорошо. Но вот местами вот находятся такие моменты, где можно было, наверное, чуть получше сделать. Вот здесь примазка тоже. Ну, здесь как бы нормально, наверное. Ну, норм. Здесь сойдет. Мне кажется, вот это примазочное место не просто так. Трещина. А местами вот что-то вот такое. И здесь хорошо. Вот местами я находил прямо... Ну, если... А ну-ка я попробую разверну все-таки. Вот здесь, например. Вот это вот что-то рельефное. Это все-таки примазка по моему ощущению. Что это как бы... Вот отмазывались, когда детали были установлены. Вот это вот в стыке замазывались. И чуть грубовато, как помню. Я пальцем ощущаю там какие-то капли ненужные там. Ну, как-то вот так. Вот. А Саша там чего? Шейку, да? Шейку этому змею-другакончику прочищает красивому. Вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот так вот. Я не умею этим инструментиком работать маленьким. Кстати, могут быть новички, которые... Покажи, пожалуйста, инструмент, как выглядит. Нет. Ну... Я жадная. Ну, покажи. Нет. Ну, покажи чуть-чуть. Нет. Нет. Ну, ладно. Ну, покажи. Нет. Ну, ладно. Видите, какая тетя. Злая и нехорошая тетя. Вот она. На самом деле, кто там спросит, что, как, где... У нас возникали такие вопросы. Кронвенская 23. Либо ищите. Ну, не рассказывай. Почему? Что раскупят все твои инструменты. Тут 10 человек всего интересует. В 140-миллионной стране, 150-миллионной стране интересуются вот этими вот инструментиками. Пускай сами ищут. Пускай сами ищут. Пускай мучаются. Не надо. Короче, Кронвенская 23, либо кто не из Петербурга, ищите там в интернете. Смотрите, там есть этот самый. Там есть магазин медтехника. У них есть сайт. У них есть магазин, у них есть в Москве. И там можно находить всякие вот эти... Для дантистов всякие вот эти приколюхи. У нас все оттуда. Фактически весь инструмент оттуда. Сейчас в кармане найду. Это не моя любимица. Одну бы достал, но это не моя любимица. Много лет уже я пользуюсь ею. Вот. Они еще бывают разных модификаций. Там вот можно найти такие инструментики. Медицинская сталь. Я не помню, сколько ей лет. Много лет уже. Вот это из моей ковырячки любимой. Вот такая вот. И вот без таких вот мелких всяких инструментиков. Подсмотрим, что она там делает. Без таких мелких инструментиков в таком рельефе. И вообще тут уже конго рельеф фактически. В таком рельефе уже делать абсолютно нечего. Надо чем-то вот туда прям подлезать. Вот так вот. Вот там даже. Вот туда. И вот там. Вот там вот. Как-то оттуда попытаться выковырять. Это сложно довольно-таки. Вот. Причем тут все вот так сделано. Вон там. Существует все-таки. Вот туда я ткнул. Да? Там видна как бы есть полость какая-то. То есть не просто смазано вот так, заляпано. Чтобы легче было работать. Не-не-не. Там есть полость. Там листик как бы. И вот идет его как бы продолжение. Получается чего-то там. Хвоста или листа. И вот там есть полость. Маленькая. То есть очень тонко сделано это все. Очень тонко. И очень красиво. Вот. Говорю, пойдем обедать. Говорю, свет выключил. Убрал свет. Нет, она все равно ковыряется. Там доковыривается. Ай, пойдем. Уже пора. Уже 5 часов уже. Уже не обед. Это уже ужин у многих. Ох. Посмотрел я еще раз снизу на плоды труда рук наших. Я вот что я говорил. Саша сейчас. Я как-то не устаю. Пока вот пока это ново. Да? Вот не устаю такое повторять. Что в подобном. Подобно классно, круто сделано. Я не участвовал ни разу. С высоты как бы. Если можно назвать это высотой своего опыта. То есть не доводилось видеть. Настолько композиционно. Или как-то там, не знаю. Классно, качественно сделано. Здесь все работает со всеми. Если смотреть снизу. То есть ракушки на розетке. Они же у нас. Эти же ракушки. Идут и в угловых элементах. И в других угловых элементах. То есть здесь все работает вместе со всем. Я не знаю. Камера это не передаст никак. Надо стоять пальцем показывать. То есть какие-то завитки. Завиток, который идет на картуше, например. Он же есть на розетке. Вот он чуть-чуть видоизмененный. И этот же завиток идет на фризе. Вот здесь фриз. И вот этот жирный такой завиток. Это он же. Почти он. Как бы. Вот и все перекликается друг с другом. И работает друг с другом. И причем в таком мощном насыщении. Подошел кто-то. Я вот как говорю. Пришел к этому архитектору кто-то. И говорит. Товарищ. Друг мой. Не буду имени называть. Но он сказал ему так. Друг мой. Я хочу, чтобы ты сделал мне красиво. Он говорит. Чувак. Я видел, как делают красиво. Я сделаю. Саша говорит, что это английская тема. Говорит. Я бывал в английских двориках. Да? Хороших. Я знаю, как делается красиво. Я сделаю красиво. Он берет и делает красиво. Но это просто кое-что. Кое-что. Не в плане количества. Не в плане насыщения. А в плане того, как все элементы связаны. Работают друг с другом. Это не цыганское барокко. Где просто. У меня есть бабки, короче. А ты мне налепи вот тут. Ты лепила. Налепи мне тут. Давай. Чтобы больше было. Ты ему налепил. Он такой. Мало. Ты что так мало сделал? Если тебе нормально заплатил. Давай еще. Добавь туда карпуши. Добавь того, чтобы мне жирно было. Много. Нет. Здесь не про эту историю совершенно. Не знаю. Мне не хватает словарного запаса, чтобы выразить восхищение тем, что я вижу. Не какой-то там красотой, эмоциями. А тем, сколько сюда было вложено профессионализма и, не знаю, желания, возможности сделать хорошо. Может быть, я неправильно что-то говорю. Ну, как бы, я восхищаюсь качеством на всех этапах, скорее всего, работ с этим потолком, которые происходили более ста лет назад. Вот так вот. Не знаю. Расчистим. Оно еще все проявится тогда. Потому что, если сейчас смотрите, сейчас камеру подниму. Вот расчищенный угловой элемент с ракушкой. Вот он выглядит так чистенький. Я думаю, камера что-то видит. А вот так он выглядел под мелом, да? Ну, вообще, там залипуха просто. Это просто залипуха и абрис, форма и больше ничего. Но вместе, ну, как бы, в реальности он такой. И когда это покрасится, и все в один цвет встанет. Ух-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Я вижу новости в одном из пабликов. И читаю, смотрю, мы отреставрировали, там, или город отреставрировал лепнину. Я не буду вставлять сюда какие-то конкретные ссылки. Это не суть. То, что я увидел. Мы отреставрировали такое-то здание, и мы отреставрировали лепнину. И они допустили оплошность. Они сфоткали ее вблизи. А я же, как бы, ну, обязательно надо найти косяки, да? И я даже со своего грязного телефона, там, ну, как бы, запыленного со своего экрана, да, с телефона, я вижу. А, ну, понятно. А там чего? Оставили в поднутрениях, крупная лепнина фасадная, да, и в поднутрениях снизу оставили какой-то такой, кракозябры какие-то. То есть, может, недочищены где-то, не уделили должное внимание. Это все, к слову, про расчистку. Я продолжаю, как бы, эту тему в голове кручу, да? Что оставили в поднутрениях какую-то грязь, куто, это, может, где-то мазнули, не зашкурили и так далее. И такие, мы сделали классно. А мне это о чем говорит? Ну, как бы, в массе, непосвященному. Я даже в рабочий наш чат отправил, говорю, ну, вот, говорю, отреставрировали. Они такие, да, вроде все норм. Мы показали тут тем, кто не сведущий в этих делах, как бы, или как правильно там ударение будет. Короче, кто не в теме, говорят, вроде красиво. Да, вот именно, что для обычных грязи это красиво. Но если ты знаешь, о чем идет речь, да, ты такой, ага, внутренняя грязь, понятно. То есть принимали все, приемщики и, собственно, лепщики, кто это делал. Они делали это с подмостей. Они стояли на подмостях, как бы, вот перед ним есть лепнина, вот он ее видит перед собой. И он ее делает, он ее там нализывает, вылизывает, он сделал ее. И тут приходит контролер такой, контролирующий такой, приходит, о, у вас хорошая, какая у вас лепнина. Ну, нормально, я принимаю эту лепнину, это классно. А на самом деле никто не посмотрел, надо всегда смотреть снизу. Всегда смотреть с точки, в нашем случае, на внутрянке, с точки зрения зрителя, всегда надо смотреть, чтобы не осталось ни следов инструмента, ни каких-то козявок, ничего. Потому что снизу и зритель, и снизу как раз-таки самые неудобные места для работы. Но там вот скапливаться любит кое-что. Так вот, для фасада, чем это чревато? Если там скопилось поднутрение, где-то под листочком, там внизу, внутри скопилась какая-то грязька. Влага, просто влага. Это все закрасилось, пускай там чего-то, там эта грязь закрасилась. На фасадах, это что, самое больное такое? Это циклы заморозки, разморозки, да, когда вот температура там ниже нуля, выше нуля, ниже нуля, выше нуля, да. Вот эти циклы, это работает, то есть, а вся влага, которая в это время где-то, находится, где-то она, как бы, присутствует, скажем так, эта влага. Ну, например, у тебя остался там мусор, мел какой-то, и там влага, например. Она, как бы, попала туда и ее заморозила. Что с ней происходит? Она расширяется, как бы все, пук, разморозка, опять, и опять, пум-пум-пум-пум. И что делает? Правильно, ухудшает, как бы, эксплуатационные свойства. То есть, в этом месте краска будет лучше, энергичнее и активнее отваливаться и так далее. Ну, короче, будет наноситься такое постоянное, перманентное повреждение, скажем, покрытию. Ну, это в случае фасада. А в нашем случае оставлять где-то, во-первых, для зрителя всегда можно будет посмотреть снизу, да, если это будет покрашено, если там какие-то козявы. Я тут бегаю постоянно, и так, и так, и так, и так посмотришь, и так посмотришь. И всем говорю, просматривайте друг за другом, давайте просмотрим еще раз, чтобы ничего не осталось. Потому что, если мы что-то оставим, а мел, в нашем случае мел, если он останется под краской где-то, где-то там, в внутренней, непонятно где, если он там останется, то потом влага, которая придет туда с одной стороны оттуда, зайдет оттуда, где-то она найдет себе заход, как зайти, да, ее больше остаться может в этом меле, и она будет пытаться в милу, в меловой побелке в остаточной, да, где-то там, недочищенной, и она будет пытаться выдавить, как бы, краску, она будет работать уже с краской. Было бы это под меловую побелку, мы бы, естественно, не расчищали бы прям в идеально, в идеально до самого такого чистенького, классного, тверденького, идеального основания. Будет это под меловую побелку, можно было бы чистить намного, намного проще, Потому что потом опять мела, он паропроницаемый, высоко паропроницаемый, он дышит, он взял влагу и отдал, взял, отдал. То есть даже ты вот сейчас смочил чуть-чуть этот мел, через минут 10-15 все уже сухо, то есть высохло все. Вот, а мы же будем красить, мы, другие кто-то, кто-то будет там красить, и краска это все-таки, это пленка, это пленка, это слой. Хорошо, если паропроницаемый, хоть сколько-то, но все равно это не мел. И как бы вот остаток вот этого мела, он будет производить свою такую не очень хорошую работу с покрытием уже. Соответственно, это будет менее долговечно, чем если нормально почистить, чем если вычистить прям хорошо, хорошо, хорошо. И главное, нам же никто не мешает вычистить хорошо, хорошо. То есть нам сказали, надо тут почистить, и мы тут чистим. Если встал, чистить нормально, делай нормально, чтобы хорошо было. И потом всякие вот такие вот возможные, если не дочистить где-то, чего-то не сделать, например, то такие вещи, они будут потом заметны после покраски. Все просто. Поэтому стараемся вычистить прям вот до твердого основания, везде до твердого исторического основания, чтобы везде-везде было чисто. Уже потом дальше можно с этим что-то делать. Но какие-то вот такие моменты и халатность, я не думаю, что стоит допускать, возвращаясь к моменту, где фасад, мы сделали, мы сделали. Нет, вы не сделали, чуваки, вы не сделали. Это как бы, ну, по сравнению с тем, сколько там на том же фасаде, на фото, где я увидел проделанной работы, там, не знаю, там, пятая, там, не знаю, десятая доля процента работ осталось. А вот это вот хороший показатель всего, как по мне. Вот, вот, вот эту вот мелкую работку вот не доделать, потому что неудобно туда подлезать и смотреть. Неудобно. А оно будет, как бы, работать против долговечности оно. Не будет оно служить для улучшения долговечности покрытий. Вот такое вот мнение. Ты же посмотрел сейчас? О, сделали, ну, ладно. Ну, сфоткали вблизи, ну, чё? Ай, ладно, мы постараемся сделать и стараемся сделать хорошо. Надо хорошо смотреть, надо хорошо смотреть, крутиться, крутиться отовсюду, снизу, сбоку, и там, и присесть обязательно, и присесть, и с той стороны подойти, потанцевать вокруг неё, хорошенько потанцевать вокруг зоны обработки, чтобы всё-всё-всё хорошо увидеть и всё лишнее убрать. Ну, такое моё личное мнение. Может, кто-нибудь его не разделяет, но это такое моё личное мнение. Если уж взялся, надо сделать это хорошо, то есть надо прям расчистить хорошо, чтобы потом в дальнейшем это всё хорошо работало, и ещё бы там сотку простояло лет, и ещё бы 200 пускай стоит. Чем дольше, тем лучше. Так, а у нас тут, ну, как обычно, я не знаю, моя эта шутка, ну-ка на себя-то сверну, моя эта шутка про то, что если было бы всё так просто, нас бы не позвали, да, играет со мной тоже такую шутку, что даже то, что вот просто, оно потом становится непростым. Короче, первые эти самые, начинаются первые весёлые моменты, или не очень весёлые. Давайте смотреть. Сейчас перекину камеру. Как можно заметить, да, здесь была перегородка. Вот она пошла туда, и так она вот идёт. Там, правда, бликует эта штука, ну, сильно светит там вот этот фонарь, неважно. Короче, идёт сюда, была здесь перегородка. И вот, дошли мы до этой перегородки, потрогали, смочил я, вот кусочек начал чистить, там сейчас поднимусь, покажу. А там уже не то, что было в той половине, как бы, комнаты. И там красочка какая-то. Она, как бы, как-то чистится, но лучше бы, наверное, попробовать её со смывкой. Благо, про смывку. Благо, мы для досюдепорта, здесь какая-то вообще левая краска, она так не чистится хорошо. То есть, она, не знаю, её в химию, но она, как бы, водой просто не счищалась. Поэтому мы взяли для экспериментов ещё смывки, и я думаю, что мы попробуем их и применим ещё на потолке. Нам придётся это сделать, поскольку не всё так просто. Да, не всё так просто. Пойдём. И тут залеплена вот эта часть. Если у нас была эта песочная какая-то приколюха, типа песочек с цементом, либо песочек с алибастром, там кое-где. Здесь у нас встречалось больше, особенно вот в этом углу, прям жирно было. То есть здесь, походу, тут многое где поработали. Походу, перемазали всё. Почему неправильно говоришь? Почему неправильно? В той комнате этим серым песочком было покрыто по мелу. А, ну там по мелу, да. А здесь покрыто по... Здесь покрыто по этой красочке. Моё предположение такое, что эта комната, как у нас было на прошлом, который ещё не закончили, на прошлом, мы ещё не покрасили, на прошлом, скажем, объекте, у нас была дверь, которая никогда не использовалась. То есть там была построена, а потом дверь, которая просто, её сразу же зашили сзади, и всё, дверь осталась стоять, а как бы там было у нас в углу такое место, кто помнит. То есть там дверь без прохода была, скажем так. Вот. И у меня такое подозрение, что это Саша не разделяет, правда, ну это её вещи. Но моё подозрение такое, что вот эта вот перегородка, она была возведена, она была возведена очень аккуратно, то есть ничего не сбили особо, ничего не сломали. Её провели ровно по линии вот геометрии, как вот идёт, вот это вот, как бы, тяга, угол, угол, и вот тяга пошла, и прям в тягу аккуратно, ничего не сломали, и построили эту здесь перегородочку. Когда-то здесь была она. Моё подозрение такое, что эта комната не использовалась в таком виде. То есть после постройки, перед ещё, перед финишной, финальной их финишной покраской, отделкой, которая заключалась в побелке мелом, вот эта часть здесь мела не было. Ну, по крайней мере, вот то место, куда мы сейчас дошли. То есть вот начало вот этого вот коридорчика, такого старого коридорчика, скажем, которого нет уже, тут перегородки этой. Вот это место здесь мела нет. Вот мы пришли, мела изначально нет, он есть потом, в последующих слоях, но там его нет. Ладно, сейчас поднимемся, посмотрим. Поднялся наверх, сюда, к Саше. А ну-ка, покажи свои цементно-цепрясные замазки. Дикие, да? Есть такие? Вот я ковыряю. Вот она ковыряет, цементные какие-то залипухи дичайшие. Так, смотрим, видим сразу, прекрасно, очень хорошо видно дранки. Здесь дранены идут, пучок дранок, вот так, прибит гвоздем. Вот гвоздь торчит. Гвоздем это сжато, прижато вот так, и сюда уже. Тут все тоже шатается, наверное, нет. Это живое, а вот там я трогал, оно не живое. И смотрим. Здесь была перегородка. Вот она стояла прямо здесь, вот она шла-шла-шла и пошла туда. Нигде они по лепнине не провели, лепнину не тронули, ничего не побили, не разбили. Аккуратно провели перегородку прямо вот по этой линии. То есть не здесь, не вот здесь. А здесь, если была дверь, то им удобнее было, может быть, ближе, чтобы больше комната была вот здесь провести, прямо через рисунок. Нет. Единственное, они избавились тут, завиток был. Но у нас есть такие завитки еще местами. Мы это восстановим. Вот эту вот утраточку маленькую. Значит, смотрим. Здесь мел, одинаковый мел везде. И вот я беру циклю и начинаю чистить мел, который вот здесь. Вот он. И мы видим здесь многослойное меловое покрытие. Обычное такое покрытие, которое у нас было в той части, как бы, квартиры. Комнат, комнат. Ничего такого нет. Вот. Все дальше голенький, чистенький, вот этот гладенький, классенький, сочный потолочек. Но приходим сюда. И первым слоем мы здесь видим краску. Зеленая какая-то, минеральная, по моему ощущению, краска. Она не очень так хорошо дерется. Ее можно как-то вот аккуратно сдирать. Но это с плоскости. Вот здесь она вообще не хочет идти так, как бы я хотел, чтобы она шла. То есть, чтобы случайным образом не забуриться где-то в гипс, не поранить его. То есть, чтобы можно было аккуратно, чистенько счищать. Поэтому я говорю, что, наверное, надо будет попробовать смывку. Я вот не знаю, камера сейчас видит. Ну-ка я вообще уберу этот свет. Вот голая краска, вот она. Вот голая краска. Дальше начинается вот эта песчаная приколюха какая-то. Тут же видно песочек какой-то, мазана кистью. Вот. Что-то тут происходило. То есть, это два отдельных слоя. Вот слой на краске. Вот, собственно, слой краски. Он не очень-то легко сходит. И вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть, вот как-то подковыривать можно. Но так, чтобы легко? Нет. И уже на нем, на этом всем, обычный мел. Вот он. То есть, мое предположение такое, это не использовалось. То есть, комната в таком виде, в котором она сделана, здесь как бы одно такое помещение с богатой лепниной, там другое. Да, одно из них было столовой. Где-то второе гостиной, скорее всего. Да? Да. И это помещение изначально, мое предположение, не использовалось. Вот и все. То есть, как цельное помещение. Его сразу же перегородочкой вот так перегородили. Ну, построили для одних целей, а потом, когда вводили в эксплуатацию, оказалось, что не надо. И вот поэтому вот этот вот слой, вот эта красочка, там присутствует. Вот. И чиститься это намного сложнее, чем чистилось там, где мы уже чистили. И этот такой весь блок будет, получается. Треть комнаты, фактически. Вот это вот все, скорее всего, так и будет. И плюс оно видно, прям вот это вот пупырчато перемазанное все в пупырках таких. Тут вот эта песчаная штука где-то присутствует. Очень сильно, серьезно. Есть такое подозрение. Ну, вот я дошел до этой краски. Вот она. Или у тебя есть возражение? Хит. Я промолчу. Почему? Ну, она говорит, что промолчит, отвернулась и вот в шапочке своей. Ты как грибовоцик. Ты как грибовоцик. Ну, чистится, чистится, конечно, как-то чистится ручками потихонечку. Ну, здесь чистый мел вот здесь. Здесь, как было ранее, вот где почищено. Как бы вот эта область все. Вот доходя до этой старой перегородочки, здесь мел. Только мел плюс вкрапление вот этой вот жежи их песчаная. А вот дальше начинается уже приколюха всякая и веселье. Вот эта красочка здесь. Вот она. Как-то так. Надо потихоньку аккуратно. Зайдем, посмотрим, может быть действительно. Я думаю, да. Я думаю, стоит применить смывки, удалив перед этим мел просто. Просто убрать мел, чтобы он, ну, как бы не тратить на него ресурсы смывки. И работать с краской отдельно. Такое предположение. Пока. Такой ход мыслей. Может и без смывки мы обойдемся, поскольку это самое. Поскольку если аккуратно, аккуратно доставать. А тут вот, может быть, видно, да? Камера видит вот эту приколюху. Вот это песчаная штука. Сейчас Саша хочет о ней поведать. Мы уже поговорили об этом чуть-чуть. Я чуть увлажнил. И вот если аккуратно доставать, чуть-чуть, аккуратненько, вот так. Самую гадость. А потом если кистью хорошенько... Да блин, ну подожди, мигает. Да пускай мигает. Ужасно. Это не важно вообще. И если кистью потом аккуратненько промести это все, то в принципе потом еще раз увлажните, и оно будет работать. Вот. Вот. Вот это вот, не знаю, вот это замазка какая-то дикая, гадкая. Вот она. Это уже даже... Она лучше сидит, чем эта красочка какая-то. Вот. И теперь кистью вот так аккуратно стереть. И как бы и норм. И как бы и хорошо, и чисто, и гладко получается. Собственно, все. Ничего не нарушили, и в гипс не залезли. Потому что кистью хорошо промел. Вот здесь, если видно там... Видно камере, да? Нет, подожди. Вот здесь, если я отковырну, вот это вот песчаное безобразие какое-то. Вот она тут. Вот если аккуратно я пройду, здесь желобок. Я знаю, что он там есть. Потому что он там должен быть. Вот так, если я аккуратненько в желобке пройду. Вот так вот чуть-чуть. И теперь если кистью хорошо убрать, подчистить, то в принципе оно и норм. Оно и хорошо. Можно еще вот так. Вот эту корочку чуть-чуть размягчить. Вот так. И теперь вот так вот. Вот остаток. Вот так. Вот чисто. Но это, конечно, дольше намного, чем мел. Ну что ты хотела сказать? Давай тебя поснимаем красивую. Не надо меня. Ну скажи, ты хотела что сказать? Ничего. Про них. Тебе звонят. Мне звонят. Плевать мне на это. Давай, рассказывай. Ну, может я посмотрела. Нет, дай я сниму сама. Дай я тебе сниму. Что ты? Здесь у нас оригинальный слой. Тут была перегородка. Ее поставили. И здесь сохранялся оригинальный слой. И в какой-то момент, после того, как поставили перегородку, они решили, что тут слишком красиво. Давай-ка мы все это замажем серой хренью. Грубоватое слово, но больше я не знаю, как это назвать. И вот это все толстым слоем вот так вот тут вот замахали серой какой-то цементной массой с песком. Вот мы, если потом это уже мелом покрывалось, если мел счистить, вот так вот это все выглядело. Каких-то острой необходимости в этом действии, вот в этом помещении нет вообще. Ты мне как, ты понимаешь, говорит, ты понимаешь, вот как бы они там мазали и тут. А зачем? Я тоже вот, какая необходимость была в этом, да? Только вот так забить все, это же не краска, это просто серое с песком что-то. Мне непонятно, только может это в рамках борьбы с этим, с буржуазными излишествами или ненавидели просто красоту. Мы ненавидим красоту, будем мазать ее просто. Потому что больше никакого практического назначения у этого действия не было. Ну вот, вот можно же посмотреть, вот это залеплено дичью, говном, извините, всяким просто, вот это вот залепуха, да? А теперь мы идем и смотрим, как она выглядит в реальности. И изначально она так и выглядела. А ну-ка я уберу эту мигалку. Вот так она выглядит. То есть она родная, она вот такая прям. То есть она везде, все прорезано, все классно, все читаемо. А тут, нет, надо ее сделать вот такой, чтобы она вот такая была. Зачем это было сделано? Нехватка материалов, еще что-то, непонятно, зачем это было сделано. То есть практического какого-то назначения в этом слое, ну, не знаю, может действительно ничего не было. И сказали, пришли ЖКХшники, им сказали, пойдите, помажьте, а то там жалуются, что у них мел облетает или еще что-то. Ничего там у тебя, а, там провод какой-то. А тут даже мела не было. Так что непонятно, зачем был вот этот вот песочный слой сюда, как в виде, и это не краска, это что-то типа, не знаю, я не знаю, что это такое. Что-то такое, и причем оно недолговечное. Ладно бы они покрыли битумом или масляной краской покрасили, ну, понятно, зачем так сделали. Чтобы оно держалось подольше, чтобы меньше потом с ним работать как-то в будущем. Но нет, они сделали вот так это. Непонятно, ничего не ясно, непонятно вообще. Будем как-то вот потихоньку выковыривать оттуда. Что нам говорили эти зрители когда-то в каких-то роликах, зачем так берете? Это она не гипс берет, если что. Это Саша берет не гипс. Это Саша убирает кое-что, доходит до рисунка. Надпи кисточку. У меня даже с собой имеется. Не надо, Николай. А я давай прилету. Не надо, Николай. Вот он, вот где-то там, под миллиардными слоями. Вот так. Вот такая, вот такой реальный рисунок. Вот. Попробовали, мазнули тут смылочку. Притащили смылочек, на Десюдепорт мазнули там чуть-чуть. И пойдем мы все-таки пробовать смывку здесь, на этот потолок. И к нам пришла еще Ксения его. Здравствуйте. 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 К нам пришла Ксения, и мы тут попробовали, что-то потыркались в этот, в это песочное кое-что. И нет, так нельзя чистить. То есть там несколько часов сидеть, чтобы сделать два квадратных дециметра. Нет, без смывки. Надо найти способ, чтобы удалялось это человеческим путем. Сейчас поднимусь, покажу. А мы обещали, что будет так весело. Мы там чистили с той стороны этот самый мелый. Ой, у нас так классно. Она приходила, смотрела. Ой, как у вас классно, да? У нас тут весело. А, у вас тут кусочек. На жирской все плохо. Да. А тут у нас вот так. Вот несколько часов тут сидело. И то, это недочищено абсолютно. Это все, что я вчера делал, это тоже недочищено абсолютно. Звонил телефон, дурацкие эти звонки. А мне, я держу внизу его, чтобы в кармане неудобно. Короче, пришел спуститься зря. Ладно. Тоже вот, это плод серьезных трудов. Вот этот вот был. И это недочищено. Короче, так не круто, так нельзя делать. То есть так можно, но не нужно. Мы этим делать заниматься не будем. Так что девочки там дочищают. Деводские дочищивают. Чтобы мы попробуем избежать мучений. Я хочу показать. Вот это вот я удалил мел просто. Щеткой аккуратно промел-мел. Вот так это выглядит. Зачем-то эти чуваки, черти эти, короче, так намазали. Я не знаю, у меня нет слов просто. Зачем это? Логики в этих действиях никакой нет. Это дичь, она как бы, она там сидит. Она там сидит и сидит. То есть ее оттуда местами вообще. Надо по миллиметру просто сковыривать и сковыривать. Это не круто. Не-не, она должна удаляться проще. Но это намазано вот так. Я не знаю. Для сравнения это даже не дочищено. Вот это вот. Вот такая вот, ну как бы, глубина рисунка. Вот так он выглядит, да? И смотрим сюда на эту залипуху дикую. То есть здесь все запрятано полностью. Ладно. Попробуем смывки для начала. Из смывок у нас есть чуть-чуть образец 222-я Менделеев. Я ничего не буду объяснять здесь кто, что, куда, какие, зачем эти смывки. Короче, я надеюсь, что меня смотрят люди, которые уже понимают, о чем здесь идет речь. А если не понимают, ищите на канале или где-нибудь в другом месте информацию, которая вам нужна. Короче, у меня нет настроения и от зол вот этого. Потому что здесь треть. Мы почистили треть, наверное, фриза. И вот треть вот этого дичи вот этой. Короче, у меня абсолютно все упало. Беауни, который не будет, скорее всего, никогда. Или будет когда-то. Короче, в 23-м году ее нет. Беауни Мэйр. Продавалась Кайман Аллигатор. Вот это вот. Классная штука, но нет. Мы просто ее нанесем ради того, чтобы попробовать, как она работает в сравнении с вот этим продуктом. Это риса. Риза, риса, не знаю. Короче, мы пробовали ее. Она похожа на Беауни. Она синенькая, зелененькая. Тоже вода, как бы основа вода. Это как-то, возможно, я думаю, это не сработает. Потому что это все-таки какая-то минеральная штука намазана. Но по своей работе вот эта вот риза, риса, не знаю, как правильно, она похожа на Беауни. Вот и все. То есть с краской она работает так же и со слоями краски. Причем она способна, типа, ну очень долго. Она дольше, скажем так, плюс-минус, она чуть-чуть дольше удерживает влагу. То есть под компрессом она может там, ну как бы, двое-трое суток спокойно себя чувствовать. Ладно? Намажем сейчас. И потом будем смотреть на следующий день. Сегодня вечером уже посмотрим на следующий день, что получится. Так, намазал я три позиции. Посмотрим, что произойдет. Более жидкая. Вот риса, она более такая, она синенькая, голубенькая такая. Это даже не мел уже. Вот она такая. Она вот, вот такой цвет у них. Вот. Не знаю, видно, не видно. Она такая голубенькая-синенькая. Брауни, она зеленая, и она более вязкая. То есть она более плотная. Замигала. Ну и ладно, замигала и замигала. Не знаю почему. А эта более жидкая. Но тоже позволяет себя нанести. Эта гель позволяет себя нанести слоем. Видно, что здесь слой. Ну-ка повернем. Не, она хочет мигать. Пускай мигает, ладно. И здесь обычно 222-ая Менделеев. Как могли, да? Все это универсальные смывки. Я думаю, что они не сработают. Буду рад, если я ошибусь. Потому что это выглядит как какой-то цемент. Они не должны с цементом работать. Не знаю. Буду рад ошибаться, значит. Вот. Закрою сейчас стрейчем на завтра. И посмотрим, что произойдет. Что это получилось у нас? Я не думаю. Я говорил, что я не верю, что что-то произойдет. Ну ладно. Да, ничего тут особого. Ну да, насчет того, что вода здесь была. Может быть. Это у нас первая риса. Ну она, наверное, лучше, чем без него. Мы потом еще попробуем. Наверное, лучше, да. Она там, там под ней краска, под этой намазкой с песком. И вот она эту краску чуть-чуть как бы размягчила. Да, лучше. Лучше идет. Но не быстрее. Не намного быстрее, но как-то чуть лучше. По ощущению так. Ну да, да. Это хорошо. Это работает. Ну, бауний. А ну давай еще тут вот цветочек сразу попробуем. Деревяшкой тут не пойдет, потому что надо некоторые поддевающие что-то. Надо чуть-чуть поддевать. Как бы деревяшка тут не сможет. Как мел чистый. Тут и нет чистого мел. Вот чистый мел вот здесь был наверху верхний слой. А ну вот он-то сам отбаливается. Но это не везде. На лепнине так не будет. Ну, Саша сейчас тоже попробует. Но я думаю, она поймет, что это стало веселее. Видимо, все-таки что-то как-то это сработало. Ну и все. Это надо будет обтирать чуть-чуть водичкой. И потом почистить и так далее. Ладно. Это мы попробовали риса. Бауни, который у нас нет. Я, кстати, пересмотрел, потому что я вчера снимал. А почему нет? Потому что ее, короче, она, нее не импортируют. Нет, импорт. Не ввозят, короче, в страну ее. Поэтому, может, ее не будет больше никогда. Никогда. Но пока есть риса. Эффект схожий с тем. Ну, они одинаковые. Я считаю, что они плюс-минус одно и то же. Там тоже производство риса. Производство, по-моему, Австро или Германия. Ну да, лучше. Это лучше, чем вот просто. Может, потому что вода дольше как бы удерживалась. Потому что это еще влажная чуть-чуть. И как-то это сработало. Ну да, это работает. Не так, как чистый мел, конечно. Оно не должно так быть. Но это работает. Это способно к удалению. Сейчас Таша, да, она попробует. Хорошо. И теперь 222 мл. Пожалуйста, нашему вниманию. Ну, она растворительная какая-то. А она, кстати, да. А вот, они как. Она не взяла особо. Похуже чуть-чуть, как по мне. Не. Чуть-чуть похуже, потому что там удерживалась вода, влага. Здесь все-таки растворители. И поэтому, по моему мнению, в руках я ощущаю, что это чуть-чуть. Ты видишь, да, сама? Конечно. Я просто говорю. Она встала в пленку и не сработала, потому что ей не с чем было срабатывать. Там не краска. С цементом этим, да. Это не особо краска. Там краска чуть-чуть где-то внизу. Ну, понятно. Это не краска вообще. Ну, там же краска, там первая, которая. А, первая, мне кажется, это какой-то минеральный краситель. На, пробы. Да, минеральный краситель. На, пробы сама. Она будет своим. Каждого свои инструменты. Не, после тебя. Не надо. Не надо после меня от тебя. Да. Маша шапочка. Где шапочка? Это в шапочке. Фу. Фу. А ну, пробуй это. Ты нигде дергай. Ты когда дергаешь, она начинает мигать. Ну, немножко помигает. Что, у нас тут не это самое, не Голливуд. О, да, действительно, если не дергать. Но мы еще на лесах шатаемся тут. У него есть встроенные. Встроенные леса шататели. Куро-шататель встроенный. Норм? Нравится? Нравится. Хорошо, это лучше, чем просто смачивать водой, конечно. Да, это будет работать. Ну, либо надо какой-то компресс ставить. Ну, вот так и делать постепенно. Что делать? Как вы там любите эти тряпки? Ну, это была бы Ауни. Ну, а вот попробуй это. Мне это показалось еще круче. Тряпки? Мокрые тряпки? Ну, вы там любите эти вонючие тряпки. Мы любим вонючие тряпки. Любим? Нет. Да, мы любим вонючие тряпки. Ими делать компрессы. Как тебе вообще, по ощущениям? Что скажешь? Получше, да? Ну, то есть это способно очищаться теперь? Это способно очищаться теперь. Оно было хуже, ребята. Оно было хуже. Сейчас стало лучше. Ну, попробуем, значит, еще, может, потом чуть больше мазнем где-то. Ну, риса, да. Риса хорошо. Будрячком. Будрячком. Ну, да. Остается эта первая краска. Ну, она такая мягкая, размягченная. Размягчилась, но она остается. Она хорошо очень прилипла к гипсу. Он не мигает сейчас. Мы тут без фанатизма. Не мигает, но все равно так. Не стесняется вот такая. Ну, хорошо. Мы и не берем. Ну, да. Хорошо держится, прям и не мешает ничему. Ну, да, да, это способно очищаться. Это хорошо. Риса тут лучше, да, сработало, чем все. Раиса самая лучшая. Ну, Риса ее зовут, не Раиса. Ну, может, потому что еще Бауни у нас уже старенькая. И, наверное, годик был. Но она как бы не выветрилась. Но, может, и поэтому. Но риса, в принципе, она мне показалась, когда-то мы ее пробовали еще там больше, чем полгода назад. И сравнивали с Бауни. Там, правда, были покрытия очень плотные. У нас там не случился объект, скажем так. Там было штук 5 слоев жирной, хорошей, добротной краски. Причем по стенам, по всяким. Там были зеркала какие-то. Короче, Риса дольше продержалась мокрая. И она как бы дольше, лучше сработала за счет того, что дольше была мокрая. То есть она глубже проникла в эти слоя. Так что, в принципе, неплохая, наверное, пока в данный момент лето 23-го года. Неплохая. Холодное, холодное у нас лето в Петербурге 23-го года. Пока неплохая замена Бауни найдена нами. Стоило мне отойти, буквально стоило на секунду отойти. Она уже тут влезла. Ну что ты влезла сюда? Да. Я хотел поснимать ее, какая она классная и до расчистки, и после. Ты нам бери, поснимай, мне не подняться туда. Короче, посмотрим на ее сейчас, потом после расчистки. Поснимай ее просто так, с центра, и как-то так красиво. Сейчас попробуем. А это я начистила. Вот такая. Еще раз отсюда посмотрим, вот так. Ну вот такое что-то. Вот так она выглядит. Это все красное, это кирпич. Кирпичная пыль. Пыль, пылишка. Мы так напылили, между прочим. А мы, вот, почистили розетку. А ну-ка, мы еще подниму. А сейчас Ксения оттуда еще покажет, вблизи какая она. Она крутая. Конечно же она крутая, а это очень крутая розетка. Вот так вот, чтобы она влезала в кадр. А то она большая. Она, наверное, так, 2 с копейками. Вот, посмотрите, ставили туру. Там 2,20, наверное, на метр с 60 или сколько, не помню. Но она большая, реально большая. Вот такая, чистая. Какая-то чистенькая получилась. О! Вот такая. Все. Ну вот, здесь в комнатке мы, получается, закончили. Пока вот этот этап. Сюда подойдем потом со смывкой. Кстати, можно будет смывку попробовать, как смывка взяла. Мы еще в одном месте намазали, чтобы точно убедиться. Но это уже такое. Это уже, в частности, тут остался еще такой блок под смывку делать, скорее всего. Вот сейчас Саша еще пойдет, посмотрит. Может, нам где-нибудь еще смывка понадобится. Надеюсь, что нет. Вот. Пойдем еще в одну комнатку заниматься. А здесь вот так вот. Вот так вот красиво уже расчищено все. Вот так получилось. Вот здесь разница слева не расчищена и справа расчищена. Вот так. Начали мы здесь чистить, но там свет и так далее. Потом посмотрим, что получилось. У нас тут есть над печкой подобные. Вот такой он. Так, я здесь приближу потом чуть-чуть для себя и для вас, чтобы показать, как он выглядел на самом деле. Тот, тот, такой же, как здесь. Вот такой же. Вылезу повыше. Ну, или вот здесь. Вот такой, тот, такой же. Так, а что, почистили его? Вот такой он где-то был, как вот этот. А стал он вот такой. Вот такой. Ну, тут особо не видно. На самом деле он довольно тонкий, он довольно рельефный. Прикольный. Сейчас я подкачу обратно. Вчера уже не успел, девочки, откатились. Я сейчас подкачу обратно туру. Посмотрим на него вблизи, какой он на самом деле. А вот он какой вблизи. Тонкая работа. Все читается. Все классно с ним. Вот такой он прям. Рельефный, очень рельефный. Естественно, все это было забито мелом полностью. Мы сейчас на другом картошке посмотрим. У меня есть возможность сейчас поснимать. Нормально, как это вблизи будет работать. Было и стало, да? И вот птички. Вот такие прям горельефные птички. Вот так можно ее схватить за грудку. За грудку схватить. И знаю, что за птичка. Может, голубь, стрив какой-то. Непонятно. Толстенькая. Вот какая. Бринчит. Бухтит. Барахтит. 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 Птица барахтит. Деталька. Чуть-чуть двигается. Это нормально. Малкие крылья. Вот такие птички. Держит веточку с цветочками. Бутончик. Вот такая композиция. Ну, он большой, конечно. Он большой. Он так от угла занимает, наверное, больше метра. Метр двадцать, может быть. Тут, кстати, очень прикольная порезка. Снизу. Вот такая. С цветочком. Вот. Сильно, конечно, шпукатурой тут уделали. Ее мощно. Саша тут вчера чистила. Ее очищала прям. Ну, вот такая красивая. И листочек такой. Вот. Кемати. Не кемати. Лесбийский. Не лесбийский. Лесбийский? Нет. Не лесбийский, говорят. Обычный кемати. Может быть, и он. И они сильные в архитектуре. Может быть, это и не кемати. На самом деле. Никакой. Ну, вот такая композиция. Прикольный. Прикольный. Очень такой прям. Все работает. Все играет. Все вот такое. Вот прям. Вот такое оно. Ну, присяду. Вот такой огромный. Красивый. С этими. С птицами. Птичковый картушь. Сейчас пойдем посмотрим на центральный картушь. Он у нас по центру находится. Вот на него посмотрим, какой он грязненький. А потом посмотрим, какой он чистенький будет. Угу. Сейчас вылезу. Видно его? Не видно? Я даже не могу. Я не помещу. Он у меня не помещается. Вот так помещается. Короче, этот чувак метровый. То есть метр от конца уха отсюда до центра. То есть он в размахе 2 метра. Для понимания. Вот моя рука, как выглядит на его фоне. Во. Какой я маленький. По сравнению с ним. А они все тут огромные просто. Ужасно огромные. Вот так он выглядит. Забитый. Непрочищенный. На нем еще кирпичная пыль. Вот я. Посмотри. Давайте как-то сделаем такой проход, чтобы было понятно. А, кстати. Порезка еще сверху. Листочки, да? Вот почищенные листочки у нас справа. И вот не почищены, как выглядит. Замелованные. Гаденькие такие. Грязные. И вот как чистенькие. Все есть. Ягодки там читаются. Все есть. Так. Значит, сделаем как? Приблизим. Посмотрим. Потом посмотрим. Давайте сверху вниз как-то. И, наверное, слева направо что-то. Так вот сделаем. Вот так. Посмотрим на него. А потом посмотрим на чистый. И вблизи, наверное, посмотрим, как это выглядит. Тут ничего фактически. Чуть-чуть может там есть вот эти бороздочки. Но немного их. Вот если убрать пыль, они вообще не читаются. Вот. И здесь тоже у него в ракушке вот этой. Что-то там есть. Там по-любому все прорезано. Там по-любому все существует. Но оно замеловано очень сильно. Вот вблизи порезка. Вот чистая. И вот такая грязная. Ну и карниз, собственно, вот такой. Чистенький. Такой грязненький. Сейчас почистим его когда-нибудь. Ну, сейчас. Это будет не сейчас. Это будет не быстро. Для вас будет быстро. Но мы его почистим и посмотрим потом. Вот и почистили его. Вижу, мигает свет. Но я по-другому как-то не знаю. Вот так получилось. Вот такой он чистый получился. Вы, наверное, видите разницу. Для нас прошло немало времени. Вот так получилось. Вот так все видно. Все читается. Все классно. О, какой он рельефненький. Вот такой. Завитушка такая. Примаски гвозди. Гвоздики. Вот. Снижу посмотрим. Красивые окончания у него. Вот такой завитушка. Вот такой красавчик. Ну что, мы эти два элемента почистили. И пойдем еще в уголочек. Там есть красивый такой угловой элемент. И такой же картушек. Такой же, как здесь. Просто он находится чуть в углу. Вот такой же. Ну, пойдем туда. Посмотрим сейчас там вблизи их. Так. А вот так это выглядит. Тут такой же картушек. Маленький картушек. А, он поменьше, кстати. У того есть... А, нет. Такое же, чем вот ухо. Запрятано тут. Грязишище. Грязишище. Запрятано ушко. Вот оно ухо. Такой же он огромный. Разлет у него метр вот от угла. Он такой прям серьезный товарищ. Саша уже тут порезку почистил. Я смотрю. Там она в процессе еще. Вон, еще грязенько местами. Так. Ну вот угловой еще такой элементик красивый. Давайте на него так посмотрим. А потом, когда мы его расчистим, еще раз посмотрим. Ну, такого чувака мы уже видели. Ну, пускай будет. Пускай будет. И вот такой вот угловой элементик. Вот такой он. Маленький такой. Вот. Потом почистим, посмотрим на него. А, вот такой он вблизи красивый получился. Вот такой угловой элементик такой. И этот карту зачищаем. Потихонечку. Тоже такой чистенький. Красивый. Такой мы уже видели один. Этот у нас же кто-то подобный товарищ был. Вот этот красивый. Так. Ну что. А мы потихоньку. Первую часть нашей деятельности. То есть очистку. У нас четыре помещения. Мы очистили. Получается где-то 25-30 процентов на каждом потолке. Вот. И, наверное, на этом, я думаю, стоило бы закончить этот видеоматериал. Я хотел показать один момент. Я не знаю. Я не хочу рыться в интернете. Мне лениво. Я знаю. Кто-то из вас знает и расскажет. Здесь у нас доски. Видно. Они красные. Это самое. Там покрывали, видимо, каким-то бактерицидным чем-то. Ну, короче, с пропиткой какой-то пропитали доски, чтобы потом строить стеночки свои. Здесь была дранка когда-то раньше, да? У нас таких стенок есть несколько. И здесь, ну, обычные доски. Обычные доски там, наверное, 60-70 миллиметров где-то местами. Толстые. Толстые обычные доски. И вроде бы все нормально с этой стороны. Ну, на этой стенке. Но вот на этой стенке есть много отверстий. Это, ну, как бы высорленные отверстия в досках, то есть везде. И вот я не понимаю их происхождение. Я вроде бы должен знать, но я не знаю их происхождение. Я не понимаю, зачем они нужны. Зачем-то, скорее всего, нужны. Они заглушены. Я вытаскивал даже. Есть заглушки. Вот. Где-то еще вытаскивал. То есть с этой стороны, как бы, они сначала высорлены и потом заглушены. Есть заглушки. Либо, первичное мое предположение такое, потому что их много. Они вот на этой стене. Вот их полно. И на этой стене их тоже очень много. Вот. А на той стене, почему-то, где я показывал первую стену, их там не было. А здесь их очень много. Мое предположение, что это возможно для того, чтобы расслабить их, как бы, напряжение какое-то внутреннее. То есть просто проделаны отверстия, чтобы они там, их не крутило во время эксплуатации. Возможно. Потому что вот они засверлены и вот они заглушены местами. Местами где-то заглушки эти вывалились. Такие деревянные. Либо они применялись для чего-то другого. А потом были использованы на эти стены. Вот такое второе предположение. Либо еще для чего-то, до чего я не могу додуматься. Что может быть очень простое какое-то. Но их, вон, видно черные все эти точки. Это не точки, на самом деле, это высверленные отверстия. Вот так. Вот такие вот штучки. И здесь их много. Хотя вот на этой стенке нет. Получается. Вот на этой стене они есть. На этой стене есть. А вот на этой стене нет. Здесь всегда, ну, раньше здесь была дранка, понятно, штукатурка. Ну, тут будут что-то переделывать. Сейчас вот так. Вот такой вот момент интересный. Кто-то, кто знает, поделитесь, расскажите, почему они тут. И не везде. Причем не везде они присутствуют. Много интересного мы почистили, начистили. И еще у нас, надеюсь, ждет дальнейшего. Еще полная расчистка этих потолков. Еще что-то посмотрим. Я нашел таки. Мы совместными усилиями тут нашли. Что же, какой же инструмент? Как же называется инструмент, который оставляет такие вот параллельные бороздки, да? Я бы должен этого знать, но я не пользовался им никогда. Это инструмент, скорее, модельщиков или скульпторов. Инструмент называется царапка. Царапки, косарики и тупилки. Самые большие тупилки тут оказались мы, потому что у Шепелева это все есть в книжечке. Может быть, кстати, про вот эти отверстия тоже есть в книгах Шепелева что-то. Но я не читал всего Шепелева. Так что с нами все понятно. Тупилки мы знатные. Ладно, всего вам доброго. До свидания. Пока-пока.